Итак, всем большое спасибо, что пришли. Сегодня на удивление приятная погода, но вы, тем не менее, сюда добрались, и это очень радостно, потому что хотя мы проводим эти лекции в надежде записать их на видео и оставить для грядущих поколений, которые никогда ими не заинтересуются, тем не менее, очень радостно, когда все-таки кто-то приходит и есть возможность повзаимодействовать вживую. И просто в качестве краткого напоминания мы уже провели несколько аналогичных встреч, в рамках каждой из которых разбирали разные темы. То есть, с одной стороны, конечно, сам этот цикл, который мы условно называем тибетский буддизм самых азов или самых основ, он подразумевает, что все встречи как бы автономные, можно присоединиться с любого момента, извлечь для себя что-то полезное или убедиться в том, что все это бесполезная лабуда и уйти радостно в парк Горького пить кофе. Соответственно, можно и так, но с другой стороны, конечно, цикл объединен некой общей логикой. И первая компонент этой общей логики – это то, что цикл основывается на книге, книге, которая, собственно, на английском называется «Тибетский буддизм самых азов» или «Самых основ», книге, которая написана доктором Алланом Улесом, который является почетным президентом нашего фонда, и, соответственно, рассматривает эта книга, так скажем, общую логику того, что мы называем тибетским буддизмом, излагая ее так, чтобы она, с одной стороны, была понятна современному западному человеку, и здесь мы под западными людьми подразумеваем, в том числе, себя, а с другой стороны, не была слишком уж примитивна или как-то пошловато изложена. Книга сама эта основана на цикле лекций, которые доктор Улес в свое время читал в одном из американских вузов, где он, собственно, преподавал вводный курс по тибетскому буддизму для студентов, которые его изучали в качестве, скажем, философской или религиозной системы в рамках компаративного религиоведения или общего курса философии и так далее. Но, с другой стороны, хотя книга изначально основывается на таком материале, а в качестве практического руководства для тех, кто хотел бы изучать тибетский буддизм и, скажем, затем начать его практиковать или думать для себя, есть ли в этом пресловутом тибетском буддизме что-то, что могло бы меня с практической точки зрения заинтересовать, что могло бы быть неполезно, могло бы сделать мою жизнь лучше. С этой точки зрения книга также очень хорошо нам подходит. И мы понемножку работаем над тем, чтобы перевести ее на русский язык и опубликовать как-то куда-бедно, по крайней мере в электронном формате, чтобы, скажем, любой желающий мог ее приобрести независимо от количества оставшихся экземпляров и тому подобных вещей, связанных с бумажными книгами. Но, если позволить финансовые возможности, и все сложится благополучно, в бумажном виде мы также надеемся ее произвести. А вот эти лекции, на которых мы собираемся с определенной периодичностью, являются как бы нашим продвижением по 16 главам этой книги. И, соответственно, у нас 16 лекций, из которых сегодня у нас будут 9 и 10. И, казалось бы, как же так, я все пропустил. Страшно, получается, все базовые понятия, которые освещались прежде, потеряны. Теперь будет ничего не ясно. Мы постараемся так, чтобы этого не произошло. Во-первых, в рамках первой лекции мы всегда повторяем все, что мы прошли до этого, хотя бы для того, чтобы какая-то общая картинка сложилась. И хотя, понятно, за такое краткое 5-10-минутное повторение невозможно воспроизвести весь контекст того, что обсуждалось ранее, по крайней мере, можно общую логику уловить. А все, что уже прошло, и будем надеяться, точно так же и эти лекции, и те, которые остались, они понемножку выкладываются, публикуются на нашем YouTube-канале, для того, чтобы можно было их там смотреть, занимаясь какими-то посторонними делами. Ну, потом радостно знать, что вы все это дело просмотрели. А на сайте мы их выкладываем в дополнение с разными ссылками на сопутствующие материалы по каждой конкретной теме, для того, чтобы эти материалы можно было почитать, сопоставить с тем, что говорилось, за счет этого понять каждую конкретную тему более глубоко. Ну и, разумеется, так же мы выкладываем вот эти богомирские слайды, которые я рисую за ночь до каждых лекций, для того, чтобы можно было их, соответственно, прочитать. Они просто не всегда влазят в кадр. Не знаю, влезли они в этот раз, влезли даже. Ну, на всякий случай мы на слайдшире их также выкладываем, для того, чтобы можно было полистать. Разумеется, сам формат лекций не подразумевает, что мы пойдем как-то уж очень глубоко, глубоко рассмотрим базовые понятия, и потому, наверное, напрасно было бы ожидать, что лекции могут быть интересны тому, кто уже много лет изучает и систематически практикует буддизм, будь то тибетский или какого-то другого направления. А наша задача в рамках этих лекций лишь нарисовать общую картину самыми грубыми мазками. То есть, с одной стороны, мы, конечно, постараемся сделать так, чтобы не было никакой ереси, но с другой стороны, однозначно, не пойдем никуда вглубь и, соответственно, просто обозначаем общую структуру. Почему это важно? Потому что очень часто, когда люди подступаются к изучению таких вещей, как тибетский буддизм или нетибетский буддизм, или индуизм, или даосизм, или аналогичные, так скажем, околорелигиозные традиции, которые в первую очередь интересны как традиции психопрактики, тренировки ума для достижения большего счастья, отсутствует какой-либо систематизм. И систематизм здесь хорош не потому, что хорошо быть перфекционистом, все делать вовремя, все ставить на свои места и так далее, чтобы носки по цветам были рассортированы, в ящике красиво лежали, а не парное нужно все выкинуть. Не поэтому, а потому что, когда мы подступаем к таким вещам, как, соответственно, психопрактика, медитация, работа над своим умом, да и вообще психология, обобщенно говоря, очень важно, чтобы мы четко представляли себе, что мы, собственно, собираемся делать и почему. Потому что, разумеется, работа с нашим умом – это вещь не менее тонкая и потенциально опасная, чем работа с нашим собственным телом. И если сходить на занятия к не очень квалифицированному инструктору по йоге мы пару раз можем, то если мы будем систематически ходить к такому инструктору, то можем накопить травму. Разумеется, никто из нас не надеет, то есть все мы надеемся, что даже если нам когда-то и придется подвергнуться хирургической операции, мы не попадем в руки неквалифицированного хирурга. И точно так же, когда речь заходит о работе с умом, оказывается, и это, в общем-то, общая логика, здравый смысл, очень важным – найти людей, которые знают, о чем говорят, обладают неким структурным пониманием того, как можно работать с умом, и также опытом применения всего этого дела. То есть вопросы ума являются столь же квалифицированными, как и, соответственно, грамотный инструктор по йоге или грамотный хирург в вопросах хирургических операций. Поэтому для того, чтобы мы могли, соответственно, для себя различать, понимать, вот эта аутентичная, подлинная, здравая, конструктивная информация, а вот это, извините, что-то, кто-то придумал на коленке последние 10 лет назад и сейчас продает за 99,99, преподнося это как невероятный метод раскрытия человеческого потенциала и достижения счастья всего за одни выходные или за 10 тренингов, которые нужно пройти. Вот для того, чтобы мы могли провести такое различие и понять, где то, что действительно применимо, и доказало свою эффективность на протяжении многих столетий, а где то, что мы, собственно, прочитали в какой-то желтой газете и достоверности, и подлинности, и действенности, чего мы не можем быть уверены, для этого нам необходимо обладать своим собственным пониманием того, что в вопросах работы с умом логично, правильно, конструктивно, выдерживает логику и так далее. И, соответственно, когда мы говорим о материале этих лекций, как и всегда, когда мы говорим о буддизме, никто не призывает нас ни в коей мере принять все это дело на веру и скажет, о, какие интересные, значит, богоданные откровения, вы тут нам изложили, мне это нравится, поэтому я в это дело буду верить. И это неправильный подход. По умолчанию, когда мы говорим о буддизме, мы всегда подразумеваем, что мы принимаем или рассматриваем то, что говорится в качестве рабочей гипотезы. То есть, во-первых, эта модель, то есть, что описывает Будда, и то, что мы здесь описываем так, как это преподносит тибетцы, должна быть логичной. Если она однозначно нелогичной, говорит нам, что мир – это попросту чашка, которая стоит на спине черепахи, та, значит, наицета, ну, в общем, и такое вот нагромождение весьма странных понятий, и это не выдерживает никакую логику, никакой логической проверки, но, значит, это мы сразу можем смело отвергнуть. Если мы такую грубую проверку система выдерживает, мы переходим к ее более тонкой проверке, начинаем проверять более конкретные аспекты системы на предмет их логичности, здравости, сопряженности и так далее. Но поскольку, если мы будем все время только и сидеть, и теоретически систему пытаться анализировать, и ничего при этом не будем делать, шанс нас достигнуть счастья с помощью применения этой системы оказывается не очень большой. Соответственно, когда мы убедились в первичной здравости той или иной системы, мы помимо того, что непрерывно продолжаем проверять ее на предмет логичности, здравости и сопряженности, одновременно можем начать проверять самые базовые ее методы на предмет их практической применимости. Например, в рамках буддизма мы немножко послушали о том, как там все обстоит, вот такая логика, ум, тра-та-та, все то, что объясняют Будда и последующие мастера. Ну, все, казалось бы, логично, все нам нравится. Можно ли что-то поспробовать на практике? Ну, разумеется, можно. Есть методы, которые исходно являются буддийскими, но для того, чтобы мы их применяли, не требуют от нас принятия никаких положений на веру. Например, простейшие методы сосредоточения ума или простейшие методы развития позитивных состояний ума, таких как любящая доброта и сострадание. Ни один из этих методов, ни сосредоточения, ни развития любящей доброты, а это, собственно, то, о чем мы сегодня будем говорить, не требует от нас принятия на веру каких-то сложных космологических систем или концепций и тому подобного. Не требует от нас даже принятия на веру того, что Будда действительно был просветленным существом или вообще когда-либо, откровенно говоря, жил на этой земле. Для того, чтобы применять эти конкретные простейшие методы, нам необходимо лишь убедиться в том, что они относительно логичны и в том, что они действительно могут работать. Затем попробовать применить их на практике. И, разумеется, здесь нам могут также помочь разговоры с людьми, которые сами применяли в своей жизни эти методы, собственно, медитировали на сосредоточении или медитировали на любящей доброте. Мы можем с ними пообщаться, узнать, каков их опыт, помогло ли это им, сработало ли оно вообще и так далее. И если все логично, все здраво и людям это помогло, что ж, можем сами попробовать применить эти методы и прийти к какому-то результату. Если, соответственно, система достоверна, если описание этих методов действительно соответствует логике, и мы выдержали все лабораторные условия, то есть в применении этих методов не допускали никаких явных отклонений от того, что рекомендуется, и не придумывали какие-то дополнения, которые в исходном системе не заложены, и в конечном итоге мы достигаем успеха, значит, система выдержала проверку полностью, и мы можем переходить к следующему этапу ее проверки, проверять следующий метод, затем следующий метод, затем следующий, и так далее, продвигаясь шаг за шагом. И у нас есть полное право на любом этапе этой проверки полностью отвергнуть систему, если она не доказала своей достоверности и действенности. Более того, как подчеркивает Далла Лама, если система не соответствует реальности, и мы в этом убедились, мы не только имеем право ее отвергнуть, но и обязаны это сделать. То есть если в какой-то момент буддизм доказывает свою полную бессмысленность и недостоверность, мы обязаны его отвергнуть и заняться каким-то иным способом поисков истинной, подлинной природы реальности и методов, которые привели бы нас к счастью. С другой стороны, конечно, сказав все это, подчеркнув необходимость здравой проверки, опору на свои способности к рациональному мышлению, опоры на практическую проверку конкретных методов, потому что бесполезно было бы рассуждать о том, ну вот буддизм есть такие, такие, такие методы, и никогда ничего не попробовать. То есть, разумеется, в этом есть польза с точки зрения компаративного религиоведения и тому подобных дисциплин, но очень мало пользы с точки зрения достижения нами самими каких-то состояний долгосрочного и устойчивого счастья, а именно в этом смысл буддизма и состоит, привести нас к устойчивому долгосрочному счастью, которое не было бы обусловлено внешними факторами и раздражителями, а проистекало бы изнутри. Так вот, соответственно, если бы мы только рассуждали, мы бы не смогли убедиться в том, действенное или недейственное эти методы достижения счастья. Если мы в какой-то момент начинаем практиковать, то, соответственно, можем что-то для себя проверить. Это все то, что касалось того, как мы вообще подступаемся к буддизму. Важные два слова, которые мы снова и снова для себя вспоминаем, это рабочая гипотеза. С другой стороны, когда мы говорим о традиции буддизма, и здесь мы помним, что я как минимум 2600 лет, может быть, чуть больше, потому что историки и археологи начинают иногда приходить к выводам о том, что, возможно, Будда жил чуть раньше, чем мы исходно предполагаем. Но как минимум, как мы говорим, 2600 лет, потому что, соответственно, самое позднее, когда размещают на исторической линии жизни исторического Будды, Будда Шакимуни, как мы его называем, это 2600 лет тому назад. Так вот, как минимум 2600 лет существует эта традиция. Она передавалась как непрерывная линия передачи, где группа учеников мужского и женского пола получает от своих учителей определенные методы, практикует их, проверяет их эффективность, достигает определенного успеха, затем передает эти методы дальше и так далее. И таким образом, как непрерывная линия передачи, эти методы дошли вплоть до наших дней. Они все еще существуют, и мы изучаем их не только по книгам, что было бы, конечно, страшно интересно, но и имеем возможность получить объяснение, инструкции, наставления, практические рекомендации от тех, кто получил в свою очередь такие же инструкции, наставления, рекомендации от своих учителей, те от своих. И все это восходит к самому Будде и тем мастерам, которые последовали за Буддой, но работали с той же системой методов, которую он предложил. Соответственно, существует, как это называется поэтически, некая линия благословения, или, как это можно объяснить на практическом уровне, линия вдохновения. То есть вдохновение, которое приносит эта практика, когда ты знаешь, что она помогла поколениям, которые жили на протяжении этих 2600 лет, она все еще сохраняется. И это вдохновение позволяет тем, кто продолжает практиковать в этой линии передач, в этих линиях передач, говоря обобщенно, достигать результатов гораздо быстрее, или вообще достигать... Ну да, в первую очередь, гораздо быстрее, чем если бы это были какие-то методы, которые мы прошли в книге, которую написали 3000 лет назад, но которую никто 3000 лет не практиковал. Вот ее откопали, мы стали ее читать. Ой, как интересно. Все равно непонятно, как это применять, и вообще применимо ли это, применял ли это кто-то когда-то, или, может быть, это подделка, или, может быть, кто-то это выдумал, встают вот такого рода вопросы, если живой линии передачи нет. В данном случае живая линия передачи существует. И, разумеется, она существует не только в тибетском буддизме. Тибетский буддизм, как мы понимаем, это не единственное из направлений. Есть также разные вариации буддизма дальневосточного, то есть того, что мы обобщенно называем китайским, но что также включает в себя разные вариации буддизма, присутствующие на территории Японии, Кореи, Вьетнама. Соответственно, есть тот буддизм, который очень обобщенно в буддологии как науке, называется южным буддизмом, и включает в себя те вариации буддизма, которые практикуются на Шри-Ланке, в Лаосе, Камбодже и Бирме, соответственно, в некоторых частях Индии в том числе. И, соответственно, есть тибетский буддизм, который, как мы понимаем, хоть он и называется тибетским, практикуется отнюдь не только в Тибете, но и в Монголии, в буддийских регионах России, в Бутане, в северных регионах Индии, таких как Сиким-Ладак. И, в общем-то, как и все ранее упомянутые виды буддизма, распространился на сегодняшний день по всему свету. То есть некоторые западные страны, такие как Франция, в которой какая-то там невообразимая статистика о том, что буддизм стал третьей по распространению религии на территории Франции. Австралия, в которой произошел невиданный всплеск, скажем, интересы к буддизму, есть огромная, очень хорошо простроенная инфраструктура для того, чтобы его изучать и практиковать. И Соединенные Штаты, где буддистов, конечно, немного в процентном соотношении, но очень много с точки зрения того, как простроены конкретные структуры, институты и тому подобные вещи, которые позволяют что-то изучать и практиковать. Таким вот образом, соответственно, мы видим, что с одной стороны рабочая гипотеза, с другой стороны, есть бесчисленное множество практикующих, которым все это изучение и тем более практика принесли конкретную пользу. Так вот, соответственно, в рамках этого мы пытаемся понять, чем же, понимая, что у нас есть возможность в любой момент все это отложить в сторону, понимая, что у нас есть не только возможность, но и обязанность все это дело проверять, для того, чтобы удостовериться, что оно и логично, и применимо, теперь мы можем вспомнить о том, что же мы обсуждали. Очень кратко вспомнить, в предшествующие разы мы гораздо подробнее это вспоминали, о чем же буддизм говорит? Что же такого наговорил в свое время Будда, что потом записали на пальмовых листиках и пересказывали друг друга 2600 лет, чтобы это было хоть как-то актуально для нашей собственной жизни сегодня? И не только актуально, но и более того, насущно и необхозимо в свете всего, что мы можем прочитать в сводках новостей или увидеть в своем собственном уме, когда мы сталкиваемся со своими собственными проблемами, такими как неуверенность в себе, депрессия, излишняя раздражительность или экзистенциальный поиск, в рамках которого мы вообще пытаемся понять, зачем я живу на этой планете, зачем меня мама с папой родили и так далее. Соответственно, в рамках этого мы осветили уже целый ряд тем, и мы не будем подробно разбирать каждую из них снова, это было бы очень утомительно, особенно для тех, кто смотрел это дело на видео или присутствовал в предшествующих лекциях. Соответственно, все это можно увидеть в видеозаписях или когда книга будет готова, или тем более, если вы благословлены знанием английского, можете прочесть, собственно, прямо сейчас. Так вот, в рамках этого, очень кратко говоря, начали мы с того, что объяснили себе, что такое дхарма вообще. Слово дхарма многие, наверное, знают, не только из сериала Lost, но и из таких, соответственно, источников, как разные индуистские тексты или околоиндуистские тексты, занятий по йоге, и, разумеется, тексты буддийских, если кто-то их когда-то читал, не знаю, уроков к компаративной религии в школе, если такое вообще бывает, или занятий по истории религии в институтах, если такое вообще бывает. В общем, что бы то ни было, как бы то ни было, слово дхарма многим может быть знакомо. И оно, разумеется, очень многозначно, а нас здесь конкретно интересует та интерпретация, которую использует буддизм. Если в рамках индуистской мысли слово дхарма переводится иногда и как закон, и как истина, и как то, как, в общем-то, закон здесь подразумевает, как устроена реальность, как, скажем, есть закон притяжения и тому подобное, в буддийском понимании слово дхарма объясняется через этимологию этого слова, а само слово происходит от санскритского корня тхр, а санскритский корень тхр означает удерживать или держать. И, соответственно, дхарма, где добавляется окончание «ма», это то, что держит или удерживает. Разумеется, есть, опять же, и в буддизме разные смыслы этого, или коннотации этого термина в зависимости от того, в каком контексте он используется, но когда мы пишем слово дхарма с большой буквы, то есть подразумеваем буддийское дхарма, дхарма, которую преподал Будда, и еще всякие такие громкие формулировки озвучивая, слово дхарма подразумевает то, что удерживает нас от чего? От страдания. То есть базовой аксиомой, в рамках которой разворачивается вся эта красивая конструкция буддизма, которую мы пытаемся здесь в 16 лекций впихнуть, для того, чтобы нарисовалась какая-то картинка, и можно было бы либо затем продолжить ее изучать, либо выбросить все это в помойку, больше никогда об этом не думать. Так вот, базовая аксиома буддизма звучит так. Все живые существа, то есть все существа, которые чувствуют, будь то я, как человек, или улиточка, которая там ползет по листику, или слон, или инопланетянин с Марса, или кто угодно еще, все существа, которые способны чувствовать по умолчанию, поскольку такова природа вообще любого ума, желают быть счастливы и не желают страдать. Желают переживать комфортные, радующие, приятные состояния тела и ума, не желают сталкиваться с дискомфортными. То есть никому не хочется, чтобы у него болела голова, никому не хочется, чтобы его там бросали любимые люди, никому не хочется жить в суровой экзистенциальной кафкианской неопределенности и переживать экзистенциальные муки. В общем-то, понятное дело, никто не хочет жить плохо, все хотят жить хорошо. В рамках вот этой аксиомы буддизм затем позволяет нам задуматься о том, а что же тогда все так плохо? Если мы все такие умные, почему же мы все такие бедные? Если мы все хотим быть счастливы, не желаем страдать, почему же мы так много страдаем? И, соответственно, почему у нас так мало счастья? Здесь, соответственно, разворачивая эту рабочую гипотезу, Будда нам объясняет, что проблема в том, дорогие товарищи, что для того, чтобы достичь счастья и избежать страданий, необходимо четко понять, что же приводит к счастью, а что является причиной страдания, которую необходимо устранить. Соответственно, в рамках вот этого допущения разворачивается первое учение Будды, которое, обобщенно говоря, включает в себя все остальные. Соответственно, это первое учение, очень знаменитое, и это, собственно, то, что можно прочесть в любом хорошем описании буддизма, даже весьма далеком от первоисточников. Это первое учение называется «Четыре благородные истины» или «Четыре факта, которые видят те, кто благородны». Те, кто благородны, это те, кто постиг природу реальности, обрел прямое постижение того, как явление и наше собственное «Я» существует. Чего же они видят? Вот эти четыре факта. Для них они столь же очевидны, как для нас очевидно, что, скажем, вот это стол. Хотя тут, конечно, можно удариться в разные сложные антологические споры, но на базовом уровне мы все условно бы согласились, что это стол, это чашка, это, ну, двух с погнутой крышкой и так далее. Какие-то простые вещи, в них мы все можем интерсубъективно быть согласны. Так вот, благородные существа интерсубъективно между собой согласны в этих четырех фактах. Мы с этими фактами, как правило, интерсубъективно не согласны, потому что даже не подозреваем о том, что какие-то там четыре факта есть. А даже если мы знакомимся с ними, берем умную книжку про буддизм или идем на какую-то лекцию, и нам там рассказывают, вот, четыре благородные истины, та-та-та, так-то и так-то, даже если мы с ними знакомимся, откуда мы бы с ними не познакомились, для нас эти четыре тезиса фактом не становятся. Даже если мы поняли на каком-то уровне то, что в них содержится, даже если мы в какой-то степени согласны с тем, что там описывается, с тем, что есть страдания, у этого страдания есть причины, это страдание можно прекратить, и к прекращению страдания ведет путь. Это, собственно, и есть эти четыре истины. Диагноз, вы, батенька, страдаете, а причина страдания, вот, причиной вашего страдания в первую очередь являются компульсивные действия все их отпечатки, то, что мы называем кармой, мы это уже подробно рассматривали и обговаривали, и беспокоящие эмоции или состояние ума, омрачающее состояние ума, не только такие явные, как гнев, или, скажем, зависть, гордыня, депрессия, страх и тому подобное, но и тонкие виды искаженного восприятия реальности. Вот это соответственно утверждает Будда причина страдания. Рассматривая эту конструкцию, мы, конечно, бы проверили бы, так это или не так. Может быть, причиной страдания мы его являются правительство, или Америка, или Бог знает кто еще, или Бог, например. Не карма, не беспокоящие состояние ума, а дьявол, ну, кто угодно еще. В общем-то, здесь мы задумываемся над этим вопросом, проверяем, так или не так. Третий факт, то, что возможно пресечение этих страданий, и не только можно избавиться от головной боли, соответственно, не только можно избавиться от того, чтобы нас когда-либо кто-либо бросал, того, чтобы мы лишались денег и так далее. Нет, говорит Будда, этого было бы мало. Самое интересное, что можно избавиться от основоположения, предлагающие экзистенциальной неудовлетворенности. Можно настолько преобразить свои тело, речь и ум, те вещи, из которых мы состоим, компоненты, из которых складывается наше существо, что другие виды страданий перестанут из них выскакивать, как чертик из коробочки. И более того, достигнутое автоматически внутреннее благополучие будет настолько прочным и настолько глубинным, настолько очищенным от загрязняющих факторов, что даже когда будут происходить какие-то внешние вещи, которые, казалось бы, со стороны должны потревожить того, с кем они происходят, они не станут тем, что потревожит глубочайший внутренний покой. Почему? Потому что этот внутренний покой основывается на полностью очищенном от омрачающих, препятствующих деструктивных факторов состоянии ума. Ну и, соответственно, здорово, что такое есть, какое-то умозрительное освобождение от страданий, здорово, что к нему можно продвигаться, и там, соответственно, есть очень развернутые логические цепочки, которые позволяют доказать, что ум действительно можно полностью очистить от всех загрязнений, да еще так, что он при этом не перестанет существовать. И путем, соответственно, который к этому ведет, и является то, что описывается в четвертой из благородных истин. Здорово было бы узнать, что страдания есть, у них есть причины, и можно их прекратить, но не здорово было бы на этом остановиться, потому что, знаете, вы больны, у вашей болезни какие-то причины, но можно исцелиться. До свидания. Соответственно, если бы Будда все так изложил, было бы очень печально, так же, как если бы он изложил только первые две причины, или только первую, как некоторые иногда себе представляют буддизм, буддизм это такая религия про страдания, там все страдают. Жизнь есть страдание, или жизнь есть боль, даже иногда так некоторые это все описывают, очень обобщая, и, соответственно, многие думают, ну, некоторые, может быть, думают со стороны, что вот в этом смысл буддизма и есть, значит, что ты страдаешь. И все, печаль. К счастью, нет. Буддизм очень оптимистичная религия, хотя часто вот на этом спектре от оптимизма к пессимизму буддисты при себе говорят, что мы все-таки стараемся реализму какого-то придерживаться, а вы уж там сами живите, как вам думается. Так вот, буддизм, тем не менее, очень оптимистичен с точки зрения того, что он не просто обрисовывает проблему и делает это весьма реалистично. Когда речь заходит о том, какие бывают виды страданий, буддизм весьма живописен, иногда в описании того, в общем-то, до чего можно докатиться, если плыть по течению и не прилагать усилий к тому, чтобы от страданий уходить. Но описав все это весьма реалистичной, иногда даже натуралистичной манере, буддизм говорит, от этого всего можно избавиться, и вот путь, который к этому ведет. Соответственно, этот путь и есть та психопрактика или те методы тренировки, преобразования ума и, так скажем, в качестве дополняющего элемента наших тел и речи, которые позволили бы нам прийти к состоянию, освобожденному от страданий. Состоянию, в котором мы постоянно пребываем в глубочайшем внутреннем счастье, которое невозможно потревожить, и которое при этом не является состоянием, в котором мы удалились от всего и вся, закрылись где-то в каком-то уединенном месте, улетели в какое-то, не знаю, удаленное астральное измерение, там спрятались и живем себе хорошо, ничего не ведая, пребывая в полной неподвижности и бездействии. Это было бы еще одно странное представление о буддизме, которое однозначно отвергает, во всяком случае, буддизм Махаяна, Великой Колесницы, которому в том числе принадлежит и тибетский буддизм. Вот это направление буддизма, Махаяна, или так называемый северный буддизм, рассматривая эти вопросы, вопросы достижения вот этого невероятного счастья, которому можно прийти посредством полного преображения тела, речи и ума, говорит, что это состояние в силу природы своей не является тем, что нас отсекает от других, а наоборот является бесконечной сопряженностью со всеми, кто существует, с каждым отдельным другим живым существом. И в силу этой бесконечной сопряженности и того, что наш собственный полностью освобожден, полностью избавлен от всего, что приносило страдания, мы также обретаем безграничную способность помогать другим, непрерывно их всех подталкивать и конкретными способами, и просто в силу своего некого запредельного магнетизма к этому окончательному состоянию счастья. И здесь для того, чтобы обозначить это окончательное состояние, мы, как некоторые помнят, используем замечательный термин, который придумали древние греки, собственно, Аристотель, и который мы снова и снова повторяем в разных контекстах. Он также имеет большой смысл и в контексте светском, но особый глубокий смысл приобретает в контексте буддизма. Термин, который звучит как «эвдемония», как вид счастья, само по себе слово «эвдемония» может просто переводиться, опять же, как «счастье», но как у греков было много слов для обозначения любви, потому что любовь бывает, как мы понимаем, разная, и, соответственно, как у эскимосов 30 слов для обозначения снега, потому что снег бывает разный, даже если это не очевидно, так и здесь, в рамках изучения буддизма, мы, говоря о счастье, вынуждены использовать как минимум два термина, и, соответственно, греческие термины «эвдемония» и «эгидония» сюда очень хорошо ложатся, кладутся, не знаю как. Так или иначе, «эвдемония» подразумевает глубокое внутреннее благополучие, проистекающее изнутри и спонтанно переливающееся вовне, изливающееся в безграничном даянии, ну это когда «эвдемония» в полной мере проявлена, а «гидония» подразумевает все благополучие, счастье или комфорт, которые проистекают снаружи. То есть, например, съесть чашку замороженного йогурта, не побоюсь этого, в жаркий день – это какой-то уровень счастья, приятное, радующее переживание. И хорошо, ничего в этом дурного нет, но поскольку это то, что мы относим к гидонии или счастью, проистекающему из внешней стимуляции, благополучие, которое мы обретаем за счет поедания замороженного йогурта, или благополучие, которое мы получаем за счет каких-то замечательных взаимоотношений с прекрасными людьми, в которых мы влюблены, или благополучие, которое мы проистекаем с хорошей репутацией, замечательной работы, где нас радует наш статус, или наличие у нас каких-то денег и так далее. И вот это все обусловлено внешними раздражителями, все это, хотя оно и способно приносить какой-то комфорт и нечто приятственное, не является устойчивым. Ну, во-первых, потому что, и здесь буддизм очень, как бы, однозначен, он не пытается что-то замаскировать, во-первых, потому что мы умрем. Ни для кого это не секрет, но, соответственно, когда мы еще только подступились к знакомству с буддизмом, но не рассмотрели многие из этих вопросов глубоко, люди иногда повторяют вот эти привычные фразы «Ой, ну что это вы мне тут про смерть рассказываете? Ведь если думать, она случится». Логика замечательная, ведь если не думать про смерть, она никогда не произойдет, соответственно. Вот. Буддизм нас призывает, однако, к противоположному. Призывает нас с самого начала, ну или с относительного начала знакомства со всей этой тематикой, глубоко рассмотреть тему смерти для того, чтобы понять, что это неизбежно. С этим можно что-то, однако, сделать. Можно умереть хорошо, можно плохо, можно также повлиять на то, что произойдет дальше. И в рамках этого, соответственно, переоценить приоритеты наши в рамках этой жизни. Задуматься о том, что является значимым способом употребления нашего времени, а что является какой-то ерундой, на которую мы время растрачиваем бездарно. И, разумеется, такое размышление, перерастановка наших приоритетов в силу факта нашей собственной смертности не подразумевает, что мы вот один раз подумали, или послушали лекцию про смерть, или прочитали главу в замечательной нашей книге, и все, значит, бросили заниматься какой-то ерундой, немедленно все ушли в пещеру, стали созерцать пухов, достигли полного просветления, и все у нас хорошо. Нет, потому что мы работаем с невероятной инертностью нашего сознания, полного всевозможных, иногда очень запутанных, иногда очень странных, иногда инструктивных привычек относительно того, как мы проводим свое время, как мы мыслим, сталкиваясь с конкретным раздражителем, как мы взаимодействуем с людьми, как мы осознаем самих себя и так далее. Тем не менее, это первичное размышление над смертью, а чем глубже мы в нем заходим, тем оно больше пользы нам способно принести, повозволяет нам расчистить хотя бы минимальное пространство для того, чтобы начать в этом спектре от полной ориентации на гедонию, того, что проистекает снаружи, то, что проистекает снаружи, и ориентации на эвдемоне, то благополучие, которое достижимо за счет работы с внутренними факторами, начать двигаться, соответственно, от полной гедонии, к тому, чтобы у нас возникло какое-то здравое равновесие. Соответственно, Далай-Лама в немножко шутливой форме часто подчеркивает. Ну, понятное дело, что никто, во всяком случае, в начальных этапах не может посвящать практике Дхармы 100% своего времени, но идеал, которому можно было бы прийти, это хотя бы 50 на 50. И здесь 50 на 50, разумеется, не подразумевает, что 12 часов в сутки я медитирую, 12 часов в сутки я смотрю телевизор. Нет, речь идет о том, что, соответственно, половину своего времени мы преображаем в практику Дхармы, даже если эта практика неформальная. То есть не в том смысле, что мы именно половину своего времени, по крайней мере, своего бодрствующего времени сидим и медитируем, но в том смысле, что какими бы активностями мы не занимались по ходу этого времени, будь то наша работа, общение с другими людьми, или выпивание пинт и пива в английском пабе, соответственно, все это мы с помощью искусных методов тренировки ума, а для того буддизму нужен, он полон этих методов, просто ломится от них в такой степени, что, в общем-то, ешь не хочу. 84 тысячи – это метафорическое описание количества этих методов, но если вы начнете листать тексты, особенно все то, что содержится в тибетском каноне, соответственно, который включает в себя не только слова Будды, но и комментарии последующих мастеров, а это только вот слова Будды и комментарии индийских мастеров, это 300 томов, плюс все то, что понаписали тибетцы, а они писали гораздо больше, чем русские классики, надо сказать, у каждого от 5 до 18 томов сочинений, но вот все это многообразие методов как бы нам подсказывает, ребята, есть способы тренировать свой ум, его можно изменить, только было бы желание. И, соответственно, в рамках перераспределения приоритетов по ходу своего дня мы начинаем понимать, что не только можем выкраивать какое-то время для формальных практик медитации, а, собственно, это наша сегодняшняя тема, чем же можно заниматься в качестве формальной практики или что становится обязательным компонентом пути с определенного этапа. Не только все это есть, но и возможность искусным образом тренировать свой ум на повседневном уровне в любой ситуации. Разумеется, в рамках этой тренировки ума, как мы говорили, нам важно понимать, что такое вообще ум, и здесь мы подробно говорили о том, как буддизм рассматривает ум, очень обобщенно мы не вдавались в технические подробные описания, но говорили о неких важных основополагающих тезисах. Для буддизма ум является непрерывным потоком, у которого нет ни начала, ни конца. Здесь, конечно, хорошо было бы дать 15-минутную паузу, чтобы это переварить с тем, кто этого прежде не слышал, но такой возможности у нас нет. Так что придется свыкнуться с этой мыслью, а затем обдумать ее более глубоко, и, соответственно, мы это подробно обсуждали. Буддизм говорит о том, что у сознания нет начала, оно ни в какой момент не было создано неким всемогущим дворцом, его не породили мама и папа в момент Саити, оно не возникло случайным образом из материи. Оп, и есть сознание, чудеса. Невозможно объяснить. И также с точки зрения буддизма оно не завершается в момент смерти, не перестает существовать, потому что не является производной функцией тела. Наша грубая психика, грубый ум, с которым мы живем на повседневном уровне, или бодрствующее сознание, является тем, что обусловлено нашей нервной системой, мозгом и так далее, и буддизм ни в коей мере это не отрицает. Он однозначно согласен с тем, что нынешняя конфигурация нашего сознания, вот то самое чувствующее, которое думает я сейчас, пойду после этих лекций, съем черброд с колбасой, тра-та-та-та-та-та, и вот это все, или осмысляет себя я такой-то, я такая-то, живу так, живу эдак, и так далее. Отрождествляет себя я, соответственно, не знаю, филиппинец, я сижу на стуле, я работаю зубным врачом, я люблю сверлить зубы, и вот это все. Наша обыденная повседневная психика с точки зрения буддизма обусловлена как очень важной сопутствующей причиной нашим мозгом. Соответственно, если наш мозг немножко повредить, то повредится и наша грубая психика, ее способности к тому, чтобы эффективно функционировать, ну, соответственно, как мы знаем, если в силу автомобильной аварии у нас повредится часть мозга, нарушится, или видоизменятся, видоизменятся, изменятся процессы, протекающие в нашей психике, вплоть до того, что она может быть нарушена, повреждена, непоправима. Но с точки зрения буддизма, вот эта грубая психика, с которой мы отождествляем, или с которой мы имеем дело на повседневном уровне, это лишь верхушка айсберга, а под ней сокрыты два более тонких состояния или уровня ума. Тот уровень, который проявляется, когда мы погружаемся в сон без сновидений, и еще более тонкий уровень, который можно достичь, если растворить даже вот этот второй уровень, или который автоматически проявляется, когда мы, собственно, умираем. Таким образом, буддизм объясняет, что хотя наша нынешняя грубая психика обусловлена нашим мозгом, как сопутствующим условиям, тем не менее, когда она умрет, когда эта наша грубая психика растворится в силу того, что будет отключаться, погибать наше тело, более тонкие уровни ума продолжат свое существование, и в силу этого буддизма говорит о перерождении, о том, что, или перевоплощении, или как угодно это можно называть, реинкарнации, о том, что наш ум, поток нашего ума, как непрерывность, подобно непрерывности кинопленки, устремится куда-то дальше, обретет конкретный вид рождения, там будет переживать какие-то видимости, так же, как мы сейчас переживаем групповую галлюцинацию, связанную с этим помещением, и для каждого из нас она очень разная. Точно так же, в следующем нашем рождении или существовании мы так же будем, как бы, на условном киноэкране своей реальности видеть какие-то видимости, которые проявляются. И они могут быть очень разнообразными в зависимости от того, каковы конкретные причины, которые созрели и породили это следующее рождение. И мы не будем на этом подробно останавливаться, потому что уже очень подробно это обсуждали. Короче говоря, ум есть, он перерождается из жизни в жизнь, никогда не начинался, никогда не закончится, а в рамках вот этой непрерывности ума мы переживаем все время взлеты от высоких уровней счастья до глубочайших уровней страдания. Соответственно, то, что обуславливает эти виды счастья и страдания, как мы и говорили, это то же самое, что обуславливает наличие у нас вообще страданий. Две конкретных группы факторов в нашем уме, которые, соответственно, сказываются на том, чего же мы творим, как мы интерпретируем то, с чем сталкиваемся, как мы все это дело переживаем и к чему наши эти действия и переживания приведут. И, как мы сказали, эти умственные факторы, их многообразие, которое присутствует в нашем уме, когда мы говорим о причинах страданий, мы разделяем на две основные группы. То, что называется кармой. И здесь у буддизма понимание кармы сильно отличается от индуистского, потому что в индуистском карма, карма, соответственно, объясняется через понятие рна или рин, соответственно, корень, который обозначает долг. И мы, соответственно, думая о карме, в первую очередь, если мы с индуистским в основном понимании знакомы, а это чаще всего случается, думаем о долгах. Вот, соответственно, я сейчас дам тебе 100 рублей, в следующей жизни ты мне дашь 100 рублей. Вот карма, так разворачивается. И, соответственно, если я убью кого-то, то в следующей жизни этот кто-то обязательно убьет меня. Если мы каким-то очень хитрым образом это все там как-то не перифигачим. Но, соответственно, буддистское понимание этого дела отличается довольно значительно, потому что буддизм объясняет карму с точки зрения того, что для буддизма вообще является главной темой ума, с точки зрения того, как устроен ум, каковы умственные факторы, как они между собой взаимодействуют, как они конструируют всю ту реальность, которую мы видим и так далее. И в рамках этого объяснения, хотя есть тонкие вариации, но в них невозможно сейчас вдаться, буддизм в первую очередь объясняет карму как с точки зрения, можно так сказать, отпечатков или потенциалов, которые любое наше действие на уровне тела речи ума оставляет в потоке нашего сознания. Так что в будущем этот отпечаток, вот, скажем, я сейчас подойду, стащу ему тензину, стукну его в нос, и это действие оставит в моем потоке ума некий отпечаток. Так вот этот отпечаток, или семя, как это иногда называется, или потенциал, рано или поздно созреет как разного рода компульсии, понудительные действия, понудительные движения моих тел и речи ума в разные стороны. И эти компульсии, соответственно, подтолкнут меня к разным видам переживаний. Во-первых, к тому, что, скорее всего, я в каком-то будущем, мгновении, в этой жизни, в следующей, когда угодно, может быть, через 10 миллиардов жизней, окажусь в обстоятельствах, в которых, весьма вероятно, кто-то даст мне в нос. И дело здесь не в том, что это долг, что вот я ему дал в нос, поэтому он теперь должен мне дать в нос. А если мы не выплатим этот долг, то так и будем узниками сансары. Так это понимает индуизм. А в том, что моя компульсия направила меня, мои ноги, мои руки, глаза и все остальное. И мое сознание, разумеется, потому что из него все это и проистекало, в те условия, в которых все способствует тому, чтобы кто-то дал мне в нос. Вовсе не обязательно он же. Хотя, конечно, между нами тоже установилась какая-то компульсивная связь. Вовсе не обязательно он, потому что, может быть, он к тому времени уже 10 раз достиг просветления, и поэтому ему вовсе не обязательно меня бить в нос. Тем не менее, моя компульсия подтолкнула меня в том направлении. С другой стороны, другой вариант проявления того же семени оставит в моем уме склонность к тому, чтобы вообще людей бить в нос. Чем больше я бью людей в нос, тем больше я склонен этому. Чем больше я предаюсь депрессии, тем больше я склонен тому, чтобы предаваться депрессии и так далее. Так же, как любая привычка, соответственно, любое оставленное нами семя может постепенно усиливаться. И оно с одной стороны, буддизм это объясняет очень подробно, склонно усиливаться само собой. Собственно, если бросить семя в плодобродную почву, оно само собой прорастет, без необходимости снова и снова досыпать туда семена. Но с другой стороны, чем больше я повторяю то или иное действие, тем больше я склонен повторять его вновь, как в этом рождении, так и в последующих рождениях. И если в этом рождении все, если с последующими напротив рождениями все имеет скорее более мистический характер в том смысле, что подразумевает, что эти же отпечатки проявятся как привычки в моем уме, и оттуда, соответственно, то, что знает каждый родитель, то, что все дети между собой разные, даже если вы родили идентичных близнецов, они между собой могут очень-очень сильно различаться с точки зрения своих особенностей и предрасположенностей. Но, соответственно, это одна компонента, а другая на уровне этой жизни все еще понятнее, потому что сама наша нервная система и наш мозг так устроены, что чем больше мы повторяем одно действие, тем больше прокладывается нейронный путь, и, соответственно, чем больше мы предаемся мыслям плохим о других людях, тем больше мы всех вокруг ненавидим, чем больше мы пытаемся проявлять эмпатию и сострадание, тем больше мы склонны к эмпатии и состраданию. Здесь никакого секрета нет, это факт уже чисто нейрофизиологического характера. Так вот, в рамках всего этого вот у нас эти компульсии есть, которыми наш ум нашпигован в гораздо большей степени, чем швейцарский сыр дырками, соответственно, много там их очень скопилось за бесчисленное рождение. Чего-то бы хотелось с ними сделать, потому что неприятно думать о том, что ты уж совсем не имеешь никакой свободы в том, что ты делаешь и как ты живешь, а просто бесконечно подталкиваем только негативными импульсами. Ладно бы подталкивали позитивные какие-то импульсы и куда-то в хорошую сторону, но знать, что ты полностью раб своих дурных привычек, ну, это может быть не очень приятно. Хотя для некоторых людей, в общем-то, а, ну и фиг с ним, в общем-то, здесь вопрос сознательности и желание прийти к какому-то относительному уровню свободы и контроля над своим умом очень может у разных людей различаться. Так вот, ладно бы все это, но ведь не это первично, ведь не может быть такого, что просто вот мы сыр с компульсиями внутри, и только они нами как-то и двигают, и мы все время создаем новые, и они опять нами как-то двигают, и мы еще создаем новые, и конца этому кошмару нет. Нет, потому что, соответственно, кошмар, камнец кошмару есть, потому что, к счастью, компульсии вторичны. Есть то, из чего они проистекают, и это то, что, как мы подробно обсуждали в один из предшествующих разов, обобщенно называется умственными искажениями, и иногда переводится просто как беспокоящие эмоции, но это не очень точный перевод, потому что там помимо эмоций есть также убеждения. Переводится иногда как омрачение или помраченное состояние ума и так далее, а в нашем коренном тексте доктор Уоллес использует для удобства понятие умственное искажение. И в него, как мы сказали, вкладываются как разные виды беспокоящих эмоций, то есть эффективные состояния, гнев, тревожность, страх. Понятное дело, что под влиянием всего этого можно много чего наворотить, достаточно открыть сводки новостей и ужаснуться. Понять как беспокоящие эмоции людей, сообществ, нации могут подталкивать их к каким-то невообразимым странным действиям. А, соответственно, с другой стороны, ошибочные убеждения или искаженные представления. Они могут не носить аффективного характера, то есть мое странное представление обо мне не носит характера явной эмоции или не всегда носит. Может перетекать в эмоцию какой-то я, ну, например, я не очень хорошее мнение о себе? Это может. И, скорее всего, если все это на уровне подсознания, будет перетекать в открытую неприязнь к себе, неприятное чувство относительно себя и так далее. Но далеко не всегда должно быть так. Есть ошибочные убеждения, которые не всегда перетекают в аффективное состояние ума или перетекают, но только очень косвенно, через много этапов. Так вот, с точки зрения буддизма, и это главное, о чем говорил Будда в более продвинутых своих учениях, которые поэтически называются второй и третий поворот колеса Дхармы, в этих учениях Будда особо отмечал, что весь этот спектр беспокоящих эмоций, под влиянием которых мы и совершаем свои компульсивные действия, из которых потом и нам плохо, и другим, весь этот спектр упирается именно в ошибочные убеждения. А ошибочные убеждения упираются в один основополагающее вид неведения, при отсечении которого мы могли бы полностью освободиться от всей конструкции, которая вокруг него наросла. Если бы, утверждает Будда, мы отсвекли основополагающее неведение, а это неведение конкретно относительно того, как существует наше «я» и как существует явление, или, если это описать с позитивной стороны, если бы мы поняли, как существует «я» и как существует явление, и поняли не просто поверхностно «А, да, все здорово, я прочитал книгу про философию срединного пути, мне все понятно, что там дальше». Так вот, если мы поймем это не только так, а доведем это понимание до глубочайшего уровня, позволим ему полностью пронизать наше сознание не просто в том смысле, что будем все время про это думать, в таком навязчивом мышлении, пока у нас даже в основном пустотность не станет являться, а доведем это понимание до глубочайших уровней нашего сознания с помощью особых видов медитации, то за счет такого глубинного проникновения мы сможем полностью, и это опять же поэтическое описание, но оно очень точное, отсечь или подсечь корень страдания. То есть вот это огромное дерево компульсии, беспокоящих состояние ума, которое выросло и от которого нам плохо на повседневном уровне, от которого нам сейчас депрессивно, сейчас уныло, сейчас безнадега и так далее, сейчас мы сердимся, сейчас мы страстно желаем так, что нас трясет, но не можем удалить это желание и еще впадаем в фрустрацию, вот это все, как мы любим, можно отсечь, отсекая основополагающее неведение. Что, однако, не означает, что нам не нужно работать с вот этим вот всем, что нам не нужно сейчас уменьшать свое невротическое желание, работать со своим гневом так, чтобы перестать кидаться в людей степлерами. Это реальная история. Соответственно, вот это все нам тоже необходимо понемножку урегулировать, и нам, разумеется, нужно учиться контролировать свои тела, речи. И уж затем ум, научиться сначала меньше вредить другим людям на уровне тела и речи, не извергать из своего рта все, что там из него извергается спонтанно. Сначала необходимо, разумеется, начать работать с этим, но в конечном итоге плод практики, то, что подлинно является вершиной и продвижением к тому, о чем говорил Будда, или, собственно, достижением состояния Будды, хочу стать как Будда, как это сделать, пожалуйста, вот так-то и так-то. Конечный плод достигается за счет того, что мы отсекаем это основополагающее неведение, и тогда вся эта совокупность странных умственных факторов, которые приносят нам страдания, и компульсии, которые из них проистекают, она оказывается устранена. А когда мы это осуществили, когда мы до глубочайшего уровня вычистили свое сознание, в том числе и в тончайшие уровни, мы автоматически оказываемся в пресловутом состоянии Евдемонии. Но, к счастью, нам не нужно ждать, пока мы не дойдем до этого окончательного отсечения, или, как это называется, буддизм, прекращения, пресечения. Не нужно ждать, потому что каждый шаг, сделанный в пользу в эту сторону, будет повышать в нашей жизни уровень Евдемонии и будет ослаблять нашу зависимость от Гедонии. То есть, чем дальше мы продвигаемся по пути, ведущему к этому состоянию, окончательному состоянию Будды, в этому чему-то возвышенному, к чему мы, может, придем через 40 тысяч жизней. Может быть, конечно, и в этой мы все очень индивидуальны, и все зависит от того, какие методы мы применяем, насколько радикальные методы мы готовы в своей жизни начать применять. Но случится это через одну жизнь, в этой жизни, через 40 миллионов жизней. Рано или поздно мы, может быть, туда придем. Хорошая новость в том, что каждый шаг, который мы в этом направлении делаем, автоматически приводит к увеличению Евдемонии и уменьшению нашей опоры на Гедонию. И это очень важная формулировка, потому что иногда люди думают, что если они начнут практиковать буддизм, то буддизм выступит для них в качестве такого волшебного средства. Собственно, многие в силу наследия мадам Главацкая и всякого такого прочего и склонны первично понимать буддизм, индуизм и так далее как своего рода магию. Вот, значит, набор волшебных мантр, если их повторять, то у тебя все проблемы исчезнут, богатство будет у тебя и так далее. Ну и, соответственно, все это превращается в такой магизм. И здесь, конечно, нужно сказать, что это не только русскому человеку присуще, хотя ему особенно, но и многим другим. Соответственно, в китайском буддизме, как мы знаем, на таком народном уровне, буддизм нужен для того, чтобы совершать ритуалы для богатства. То есть какой бы тибетский лам, насколько бы он ни был знающий, не приезжал бы, скажем, в Тайвань или Гонконг, про материку Китая не будем говорить, там все очень сложно в связи с оккупацией. Но, скажем, в Сингапур или Тайвань, в Гонконге, кстати, относится, ну, по-всякому бывает. Вот какой бы лама, насколько бы он ни был знающим, туда не приезжал, в первую очередь его или ее просится совершение ритуала для богатства или для того, чтобы наша доченька, наконец, нашла богатого жениха. Гораздо реже, чтобы сын нашел хорошую невесту. Потому что, в общем-то, когда у сына есть состояние, невеста найти, как мы знаем, несложно. Так вот, так вот все печально как-то разворачивается, хотя, разумеется, сущностный смысл буддизма отнюдь не в том, чтобы приукрашать нашу сансару, помогать нам находить красивых жен, мужей, достигать богатства, успеха, славы и процветания, а в том, чтобы позволить нам преобразить нашу. Если попутно у нас будет процветание на поверхностном уровне, прекрасно. Если его не будет, не страшно, потому что буддизм содержит огромное количество методов для того, чтобы проблемные ситуации, как это описывается, преобразовать в путь. Или преобразовать тяготы в счастье. Огромное количество методов, в которых мы, кажется, должны поговорить через один раз. Соответственно, вы через... в общем, когда-то там в будущем. Но мы поговорим о них очень обобщенно, а, разумеется, очень подробно и развернутое учение о том, как любую проблемную ситуацию, будь то новость о том, что у нас неоперабельная форма рака, или о том, что наш банковский счет закрылся, или о том, что прогорели все наши авиабилеты и никуда мы с вами зимой не полетим, какая бы то ни была новость, все это буддизм возмогает с помощью особых искусственных методов тренировки ума не просто преобразовать в плане «жизнь дает тебе лимон, и выжимай из них лимонад». Ра-та-та. А, как бы, а, ну, зато все это жизненный урок. Ля-ля-ля. Очень весело. Не только на таком поверхностном уровне, хотя это тоже важная, конечно, компонента, но и на уровне гораздо более глубоком, где мы не просто из дурацкой ситуации делаем веселые и радуемся, как дурачки, а на таком уровне, чтобы вот эти раздражающие, беспокоящие, отравляющие на жизнь внешние факторы стали мощнейшим топливом в развитии позитивных факторов нашего ума, чтобы возникшая проблема, например, то, что мы узнали, не будем говорить жизненными примерами, что у нас рак, мы могли использовать для развития невероятных уровней сострадания и любящей доброты, направленных на других. Не просто потому, что хорошо быть сострадателем и любящим человеком, хотя это тоже отдельная важная тема, а еще потому, что в рамках буддизма, чем больше мы развиваем такие факторы, как любящая доброта и сострадание, тем лучше будет нам самим, тем дальше мы продвинемся по пресловутому пути к эвдемонии. Это один из важнейших факторов, который мы должны развить на пути к пробуждению. Так почему же не использовать эту дурацкую, ужасную, неприятную, беспокоящую ситуацию, чтобы куда-то туда приплыть? Вот в таком вот ключе мы как-то понемножку и продвигаемся, и, как мы говорили в прошлый раз, собственно, то, на чем мы закончили, базисом в продвижении по всему этому пути, помимо того, что мы усвоили некую общую логику, разобрались с тем, что такое карма, что такое ум, помимо того, что мы, может быть, встретились с квалифицированным учителем или группой квалифицированных учителей, которые могут нас направлять, а в качестве важного технического напоминания, скажу, что наши лекции ни в коей мере не являются формальным актом передачи учения, я ни в коем случае не выступаю в качестве учителя, потому что не обладаю никакими качествами и квалификациями, и в нашем случае все обстоит скорее так, что кто-то задал мне, как соученику сделать доклад, я нарисовал дурацкие презентации, и вот перед более знающими учениками рассказываю свое невнятное месиво, надеясь, что они все равно смогут извлечь из этого какую-то пользу. И что с допущением того, что все из вас обладают большими познаниями и уж точно большими качествами, я лишь скромно это преподношу в надежде, что оно поможет что-то структурировать, в то время как полный учитель в классическом понимании, тот, кто обладает подлинным знанием, качествами, квалификациями, и уж тем более в идеальном случае реализацией, способен преподносить эти учения так, чтобы мы, соответственно, опираясь на них, могли преобразовывать свой ум, продвигаться по пути и достичь в конечном итоге нужного результата. Так вот, когда мы встретились с учителем или начинаем практиковать понемножку, как мы говорили в первую очередь, мы начинаем с установления относительного контроля над своими телом и речью. Не в том смысле, что мы решили «Так, с сегодняшнего дня я установил контроль над своим телом и речью, поэтому все у меня будет хорошо». Это было бы очень странно, не только с точки зрения, что громкими заявлениями делу не поможешь, но и с точки зрения, что инерция, инертность наших привычек невероятно мощна. Даже если мы 30-40 лет монах или монахини, или даже если мы много лет привели в пещере, это ни в коем мире само по себе не гарантирует, что мы сможем полностью устранить все негативные или застоявшиеся привычки. Речь лишь о том, что мы понемножку начинаем вносить ясность туда, где она исходно отсутствовала. То есть, исходно я, может быть, вообще в полной бессознательности живу, творю все подряд. Что ж, начиная продвижение по этому нелегкому пути, ну, крайне увлекательным, я начинаю с того, что начинаю понемногу контролировать свое тело и речь, справляясь иногда с злобыми, слабыми привычками, потому что их легче всего отсечь, иногда, напротив, с наиболее сильными, потому что с ними нужно работать в первую очередь, и уж в конечном итоге, добираясь до того, что там где-то в середине, и с чем, с одной стороны, не очень легко справиться, а с другой стороны, не настолько оно острое и насущное, чтобы сразу именно с этим нужно было начинать работать. Так что, с одной стороны, это как бы наше самооправдание, когда мы говорим, ну, не нужно нас, буддистов, монахов, моих, да и кого еще угодно еще особо строго судить, потому что, и не нужно тем более судить друг друга, в том плане, что когда мы смотрим на человека, который, может быть, там практикует медитацию или буддист в 10-15 лет, и думаем, ой, ну, что это он такой все еще не просветленный, что это она все еще степлерами кидается, но, с одной стороны, конечно, всегда возможно такое, что не соблюдены все лабораторные условия, то есть, может быть, человек просто не вполне правильно практикует, такое всегда возможно, и как раз для того, чтобы этого не происходило, очень важно, чтобы хорошие достоверные источники появлялись во все большем количестве. Потому что иногда то, что люди понимают под буддизмом, совсем не соответствует тому, что под буддизмом поднималось 2600 лет, а думают, ну, буддизм – это про единство с природой, слушание птиц, быть собой, выражать свои импульсы, чувства, не подавлять, ну, может, почему-то, это еще не самое страшное, то есть, может, такого наслушаться и насмотреться, что вам не горюй, но, как бы, чем больше достоверных источников, тем меньше вероятность, и чем больше готовность со стороны каждого конкретного практикующего действительно все это дело изучать, тем меньше вероятность лабораторной ошибки. Далай-лама именно поэтому подчеркивает, если вы хотите быть буддистами, а он никогда не призывает к становлению буддистами тех, кто поисходно исповедует другую религиозную традицию, он говорит, если, возможно, оставайтесь в рамках своей традиции, если вы чувствуете особую связь с буддизмом, и он вас вдохновляет, тогда, разумеется, практикуйте его, никаких запретов тут, опять же, нет, это не то, что тебе для тибетцев будет, было бы неплохо, да, буддизм для традиционных буддистов, ни в коей мере, но, поясняет Далай-лама, если уж вы взялись практиковать и изучать буддизм, нужно быть, это такая формула, которую он часто использует, буддистами 21 века, что это значит, не в смысле обвешанными гаджетами, а в смысле не просто ограничивающимися какими-то ритуалами, которые совершаются в силу веры, вот там, быть буддистом, значит повторять оммани падмахум, например. Все это здорово, но этого было бы недостаточно. Быть буддистом 21 века, по мысли Далай-лама, значит быть буддистом, который активно изучает, постигает и осмысляет сущность учения, так, чтобы быть способным ее, в том числе, и другим объяснить, если нам зададут какой-то каверзный вопрос. Но в первую очередь, это, разумеется, для того, чтобы ясно понимать, чего же это за буддизм, чего это такое практикую, и почему это здраво и логично. Почему это важно? По двум причинам. Потому что, если мы не буддисты 21 века, если мы не изучаемся систематически, ну, разумеется, объемы изучения очень разными могут быть. Кто-то может на 6 или 10 или 20 лет поехать учиться, а кто-то иногда читает книги, смотрит лекции и так далее. И как бы и то, и другое правомочные. Но если мы совсем ничего не учимся, то первый же вопрос относительно сущности учения или того, а почему ты буддизм? А в чем отличие буддизма от индуизма? А вот буддизм и кришнаизм, это одно и то же или нет? А Будда и Брахма, это одно и то же? Вопрос, который, естественно, Лама задает некоторым буддистам, живущим в Индии, которые традиционно исповедуют буддизм, но немножко растеряли, как бы, строгие познания. И они иногда отвечают, что его стещество так трагикомически печалит. Да, Будда и Брахма, это одно и то же. Следует запомнить, что Будда и Брахма, это не одно и то же, но об этом мы подробно говорили в один из предшествующих разумов. Так вот, если же мы учимся, проясняем все эти вещи, то, разумеется, способны и дать взнятный ответ другим, и для себя все внятно понять. А это важно с той точки зрения, что тогда первый попавшийся вопрос не лишит нас веры. А чего ты вот этим занимаешься? Может быть, лучше пойти на вельки покататься или на сноуборде, головой в дерево въехать или еще как-нибудь. Может быть, это гораздо веселее, чем будет. Ты там едешь на какие-то ретриты, зачем тебе это нужно? Ну и все, как бы, ступор может наступить, если мы не можем очень четко для себя все аргументировать и при этом не впадать в такой защитный режим, что, эй, руки прочь от моего буддизма, не надо тут, у вас там вообще коров в жертву приносят где-нибудь, не знаю где, или так далее. Потому что тоже такое случается, но это весьма неблаговидно выглядит, когда буддисты такие ответы дают. Чтобы такого не происходило, нам нужно все хорошо знать и понимать. А на основе этого мы начинаем тренировать свои тела и речь в том, чтобы не совершать негативных поступков. По крайней мере, начинаем с того, чтобы поменьше убивать, поменьше воровать, поменьше предаваться неблаговому и немудрому сексуальному поведению, а даже начать совершать шаги в направлении отказа от этих трех вещей, это уже настоящая революция в нашей нравственной системе. И если не убивать нам, может быть, кому-то легко, может быть, обычно мы не убиваем людей, а не убивать насекомых, ну ладно, еще как-то худо-бедно, там не буду я комарику убивать, включу вместо этого эту штуку, которая его все равно убьет еще гораздо более мучительно, чем если его прихлопнуть, откровенно говоря, это же другой разговор. То со вторым пунктом не буду воровать уже все гораздо сложнее, потому что, ну ладно, не буду красть арбузы в супермаркете. Замечательно, давайте поговорим о непростой теме скачивания нелегального контента и о том, как практиковать принцип неворовства в ней. То есть, как бы здесь начинают появляться очень тонкие и гораздо более сложные моменты, которые нас заставляют задуматься от нашего поведения, о том, как оно может вредить другим, вредить нам самим с точки зрения кармы, с точки зрения того, как вообще все это сказывается на нашем уме. И что любой психолог, психиатр даже, вам объяснит, что, соответственно, каждый акт убийства очень существенно сказывается на психике человека и приводит постепенно к полному отключению некоторых важных аспектов психики. А если это не следует с нейрофизиологической точки зрения, то должно быть еще интереснее. Так же, как медитация на сострадание активирует некоторые области мозга, такие абсолютно противоположные состраданию действия должны деактивировать, ослаблять эти участки мозга. Это, правда, пока не очень активно исследовалось, но должно в ближайшее время, потому что очень большой интерес к этой тематике стал появляться в последние годы, ее стали активно изучать. Так вот, начали мы с контроля над своим телом речью и речью и постепенно продвигаемся к контролю над умом, к тому, чтобы разобраться со своими беспокоящими эмоциями. Важный компонент здесь это вообще разобраться, какие они есть, и это все мы подробно обсуждали. Ну, не все, какие есть, а хотя бы базовые категории. Но затем мы, собственно, продвигаемся, собственно, к тренировке. И отсюда тема нашей лекции «Стабилизация ума». Мы разобрали ровно два слайда. Сейчас 3.16. Но дальше будет гораздо бодрее, потому что теперь мы, собственно, идем по слайдам, вспомнив некие базовые понятия, на которые мы при этом опираемся. Так вот, начали мы контролировать свои тела ревич, и речь, и это первичный уровень буддийской тренировки, всегда подчеркивается, если вы не контролируете поступка своих тела и речи, то есть не работаете над этим. Понятно, что это процесс. Никогда не подразумевается, что нужно взять и отсечь все неплохие, нехорошие поступки, потому что это невозможно. Энергия привычек слишком мощна. Но можно постепенно с ними справляться, постепенно ослаблять неблаги, постепенно их устранять. Так вот, если вы над этим не работаете, не работаете над телом и речью, то никакой самый продвинутый уровень практики для вас никогда не достижим. И можно, это говорят учителя, это не я придумал, думать, что мы практикуем какие-то самые продвинутые методы медитации, те, которые в тибетском буддизме, например, называются «Великая печать» Мухамудра, «Великое совершенство» Дзакчена или Махасанхи, какие-то тантрические методы и так далее. Но пока нет базиса из базовых попыток работать над своим телом и речью. Все эти игры в Мухамудру, Дзакчен, Тантру и так далее, это не более чем игры, более того, которые потенциально могут привести к плачевным последствиям, потому что пока ты там играешься с телом, с идеей, своими мыслями про самые продвинутые практики, ты телом и речью создаешь чрезвычайно неблагие отпечатки, и, в общем-то, плод вот этой практики, суперпродвинутой, о которой ты мечтаешь, не будет достигнут, а результаты нынешней ненравственного поведения, результаты нынешних неблаговидных поступков созреют в ближайшее время. В общем, кругом заподняв. Так вот, чтобы этого не происходило, мы начинаем тренировать свое тело и речь, и все же с какого-то момента начинаем работать также им над умом. Собственно, переходим к уровню ментальных действий или тому, что мы называем медитацией. Разумеется, никто не запрещает нам медитацией заниматься с первого же дня, просто мы здесь понимаем, что важным базисом для развития полноценной медитации является также работа с телом и речью. И вот мы начинаем работать с этой медитацией зачем или в каком формате. Доктор Уоллес приводит замечательный мысленный эксперимент. Представим, что к голове каждого из нас приделали бы прибор, который немедленно бы озвучивал все наши мысли. Соответственно, был бы у нас такой рупор, придержанный к нам, и все то, что проявляется в нашем уме, другие люди немедленно бы слышали. Как очень мягко он описывает, обычно нам удается сохранять некую иллюзию здравости перед лицом других людей. То есть кажется, что мы немножко нормальные люди, когда другие на нас смотрят, ну, вроде бы такие адекватные, а еще иногда даже хорошими кажемся. Но если бы все, что в нашем уме проносится, все мысли, странные идеи и так далее, образы и тому подобное, немедленно извергалось бы из нас, ну, правда, у некоторых людей так и бывает, это другой вопрос, извергалось бы из нас звуковым потоком, то долго бы мы эту иллюзию нашей адекватности не смогли сохранить. И, в общем-то, тогда, наверное, было бы стыдно, и мы бы тогда немедленно все начали заниматься медитацией, чтобы установить там какой-то порядок. Так вот, хотя этого и не происходит, хотя громкоговоритель не озвучивает все время все то, что из нас извергается, тот факт, что многие стали улыбаться или смеяться, или глубоко печально задумались, нам всем доказывают, что, в общем-то, обычно мышление наше, опять-таки, компульсивно, то есть понудительно возникает все подряд, без особого нашего контроля над этим, крайне хаотично, и зачастую приносит нам очень большие мучения. Собственно, любой человек, который не мог заснуть в силу навязчивых мыслей, и уж тем более пребывал когда-либо в депрессии или страдал от зависимости, как-то просто невозможно подвороть мысль о том, чтобы сделать что-то эдакое, что, собственно, объект зависимости и составляет. Все знают, насколько мучительным может быть бесконтрольный ум. Но с буддийской точки зрения важно установить порядок контроля над умом не только потому, что без этого относительного уровня спокойствия и уравновешенности ума, в общем-то, и жить не очень-то весело и хорошо, но и потому, что если мы не достигнем значительной степени собранности, гармоничности, сфокусированности ума, ни о каком полном отсечении причин страданий речи быть не может. Без развитого навыка сосредоточения, фокусировки сознания на шум недостаточно пластичен, подвижен, ярок, для того, чтобы мы могли дойти до какой-то запредельной мудрости, реализовать какие-то глубокие методы постижения пустотности и всего такого прочего, все то, что мы уже перечислили. Почему? Потому что, и здесь приводится классическая аналогия, это как если бы мы пытались осветить прекрасную картину Леонардо да Винчи слабым, колеблющимся пламенем свечи, вместо того, чтобы взять нормальный прожектор и нормально там себе посветить. Ничего не видно нормально, а если что-то видно, то видно крайне странно, плохо, тени какие-то пляшущие создают иллюзию, не пойми чего, и так далее. То есть, свет нашего сознания, не в каком-то мистическом смысле, а в смысле того, что он озаряет собой объект, пока мы не разовьем сосредоточение, недостаточно ярок для того, чтобы мы могли с помощью этого полностью преобразить свой ум. Ну, зачастую мы, разумеется, понимаем, что он иногда недостаточно ярок для того, чтобы даже работой нормально заниматься. Соответственно, если мы сидим в офисе и 40 вкладок, как мы любим этот пример, 40 вкладок переключаем снова и снова по кругу, и сидим в такой прострации, о чем ты думаешь, да ни о чем, уже третий час пошел, в общем-то. Если такое с нами происходит, то мы знаем, что даже для работы мы не всегда в силу нехватки сосредоточения пригодны, и отсюда, обсуждаемая нами на других мероприятиях, крайняя насущность обучения сосредоточению везде и всюду, в силу того, что синдром дефицита гиперактивности внимания бодрым шагом идет по планете, охватывает целые группы детей, взрослых, всех подряд, и все из-за того, что мы совсем потеряли способность на чем-то, на чем хоть сколько-то фокусироваться. Если вы, собственно, уже несколько раз погрузились в приятную дремоту по ходу этой лекции, или вообще не понимаете, о чем идет речь, то, значит, методы сосредоточения могут быть актуальны. Соответственно, чем больше мы их практикуем, тем больше мы достигаем здравости ума. Вот этот странный поток бесконтрольных мыслей, который мы, не дай бог, кто-то услышит, не дай бог встретит телепата, который прочтет, о чем я думаю. Чем больше мы работаем с этими методами, тем у нас понемножку с этим меньше проблем, а с другой стороны, тем больше способность нашего сознания к осуществлению каких-то невероятных вещей. Не в смысле видеть сквозь стены, или там сквозь людей, или сквозь одежду, или бог знает сквозь что еще, а в смысле применить способности нашего сознания к постижению к развитию позитивных качеств, устранению качеств негативных, в качественном итоге тому, чтобы стать счастливым, хорошим человеком. Ну, это все понятно. Так вот, в рамках этой тренировки нашего сознания мы можем выделить три основные сферы, с которыми мы работаем конкретно уже в тибетском буддизме. Здесь тибетский буддизм, хотя на самом деле южный буддизм тоже все эти три аспекта применяет, там просто немножко иногда иначе расставляются акценты, но в целом все эти три компонента, безусловно, в южном буддизме также есть. С одной стороны, и это синий кружочек, мы работаем, собственно, над тем, что мы только что озвучили. Пытаемся развить способность своего ума к устойчивому удержанию объекта, к тому, чтобы смотреть в одну вкладку и печатать там свое рабочее письмо, а не переключать в 40. На более тонком уровне созерцать один объект, а не метаться мыслями между 40, думать о ближайшейся обеде и так далее. С этим все понятно, это, собственно, то, о чем мы поговорим сейчас чуть подробнее, развитие устойчивости нашего сознания, развитие способности к фокусировке ума. Вторая компонента, про которую мы тоже уже упоминали, прозрение, это, собственно, когда мы направляем способность ума к постижению для того, чтобы понять природу каких-то объектов. На начальном уровне в буддизме обычно прозрение подразумевает, скажем, понимание непостоянства явлений. Ну, для того, чтобы перестать цепляться за какой-то объект, навязчиво его удерживать, мне хорошо для начала понять то, что он непостоянен. Для того, чтобы перестать цепляться, например, за какие-то отношения, которые сложились, мне нужно понять их непостоянство и понять, в смысле, да, они непостоянны, но и что, все равно я очень буду страдать, если они разрушатся. А понять на таком уровне, чтобы как бы дошло, как это называется, в английском много всяких других хороших метафор, но, в общем-то, чтобы мы даже такой недотыком, когда думались, не просто поняли на уровне интеллектуальном, да, непостоянство реально, но все равно я очень люблю свои отношения, а поняли на таком уровне, что цепля не отпала, а способность наслаждаться тем, что происходит, сохранилась. Это как бы первичные уровни прозрения, они могут носить более поверхностный характер, а на глубинном-то уровне речь идет именно о том, что мы уже упоминали, о понимании глубинной природы объекта, то есть внешних явлений, и нашего собственного я. Об этом подробнее нужно говорить отдельно, и об этом вообще можно говорить очень подробно, очень много лет, потому что это, собственно, те самые тончайшие виды понимания и постижения, которые много лет в монастырях монахи и монахи не изучают, для того, чтобы затем в медитации очень тонко их реализовывать. Есть, правда, более экспресс-методы постижения тех же самых тем, но даже они требуют больше внимания, чем одна минута в рамках какой-то сбывчивой лекции, на которую вы пришли, и уж тем более больше внимания, чем это обычно бывает, чем в переписках, в комментариях на фейсбуке или на разного рода дурацких форумах, где, в общем-то, каждый излагает свои домыслы, и никто не пытается понять что-то структурное. Эта тема заслуживает отдельного обсуждения, но под прозрением мы понимаем прозрение в природу явлений, либо поверхностную природу, такую, как непостоянство, либо глубинную, как явления, такие, как мое собственное я или внешние факторы, существуют на самом деле. Но третий компонент очень важный, и он должен неразрывно быть связан с первыми двумя. Это тренировка нашего ума, и об этом мы поговорим в рамках второй лекции сегодня, в разного рода видах того, что мы можем назвать доброжелательностью, приязнью, дружелюбием и так далее. Разного рода позитивных тренировок, в разного рода позитивных видах отношения к другим и к нам самим. То есть развитие, скажем, таких факторов, как любящая доброта, сострадание, равностная открытость, сопереживающая радость, которые нам... Это прям классический список из четырех, но в целом можно разверстывать, выужимать и так далее. Те факторы, которые нам очень важны применительно к самим себе, во всем этом буддийском построении разных сложных методов и так далее, мы не уедем далеко, если не сможем развить базовое, позитивное отношение к самим себе, базовый уровень доброты по отношению к себе. Это прямо очень четко прописано. Невозможно преуспеть в метод глубинного прозрения, если ты недостаточно себя любишь, недостаточно себя сострадаешь, потому что все эти попытки развить прозрение, да и даже устойчивость, будут саботированы нашим негативным отношением к самим себе. И, разумеется, устойчивость и прозрение имели бы очень мало смысла, если бы они не переливались в, собственно, пресловутую демонию, которая обращена вовне, которая направлена на каждое отдельное другое чувствующее существо, а обрести эту сопряженность с другими существами. Мы можем только, если мы сознательно взращиваем невероятные уровни любящей доброты и сострадания. И отсюда этот обширный спектр методов, которые нам позволяют себя упражнять в этих видах позитивного отношения к другим. На самом деле, сама эта конструкция так интересно устроена, что зайти в буддийскую практику мы можем с любой стороны, а для того, чтобы приспеть в них, нам необходимо все три в любом случае развивать. То есть мы не преуспеем в прозрении, если у нас нет устойчивости, и маловероятно преуспеем, если у нас нет сострадания. Разумеется, не сможем развить глубинное сострадание, если у нас нет устойчивости ума, а без прозрения сострадание будет слепым. И как это называл Чагем Трумпе, идиотским, идиотское сострадание получится, когда мы хотим как лучше, получается как всегда. Ну и, разумеется, устойчивость. Для того, чтобы с ней справиться, нужен некий уровень прозрения, потому что нужно вообще здраво мыслить. И нужен некий уровень сострадания, потому что если нет некого уровня любящего отношения к себе, зачем вообще развивать какое-то устойчивое внимание? Можно так и жить с собой каким мечущимся умом, который всему подряд следует. Короче говоря, в этой конструкции необходимы все три, но мы сейчас начнем с первого компонента, с устойчивости, и кратко поговорим о том, как буддизм предлагает нам ее развивать. Во-первых, нам необходимы сопутствующие условия. И когда мы говорим об условиях, мы не говорим о том, что они все непременно всегда должны быть идеальными, потому что если мы абсолютизируем вот этот пункт проусловия, то будем думать, что невозможно заниматься никакой медитацией, пока ты не построил себе красивую ретритную хижину, желательно где-нибудь на альпийском лугу, с солнечными батареями, чтобы там еще вода была из ручья, но при этом нагревалась, и, соответственно, коровы там вокруг ходили или не ходили, наоборот, ни в коем случае коровы и так далее. То есть пока вот эта идиллия в нашей жизни не возникнет, невозможно заниматься медитацией. Как я буду заниматься медитацией? У меня семья там шумит, дети. Вот вырастут они, а, соответственно, уйдут на пенсию, тогда я займусь медитацией. Вот. Чтобы этого не происходило, сразу важная оговорка, мы не абсолютизируем эти условия. И когда мы их перечисляем, мы говорим о наборе условий, которые необходимы в случае, если мы хотим заняться развитием сосредоточения очень прицельно. То есть если в какой-то... Развить способность сосредоточения на уровне повседневной практики можно, но до определенного порога. Некоторые люди способны пойти и дальше, но большинству для того, чтобы перевалиться через определенный порог, который сам по себе уже является довольно мощным уровнем сосредоточения, необходимы тепличные условия, в которых они бы уединились и отпрактиковали бы какое-то определенное количество часов. То есть, грубо говоря, если... Можно научиться играть на фортепиано, каждый день занимаясь по 30 минут понемножку, как-то худо-бедно, собачий вальс можно сыграть, можно даже что-то более сложное. Ну, соответственно, если ты хочешь стать выдающимся пианистом, играть в Карнеги-Холле или где-нибудь еще, то тебе необходимо больше часов уделять своей тренировке, если ты не вундеркин. 50 лет от труда. Соответственно, если ты не вундеркин, то тебе необходимо тепличные условия и какое-то количество человека часов, вложенных в этот труд. Так вот здесь, когда мы говорим об условиях, мы говорим о том, что для вложения этих человека часов в тепличных условиях нам необходимо не просто часы и не просто хижина на альпийском лугу или шкаф, чулан, где мы себя закрыли, чтобы созрецать пупок, но и какого-то рода условия внешнего и внутреннего порядка. Во-первых, внешние, и здесь мы это обобщенно называем гармоничной средой. На повседневном уровне, и это невозможно слишком... Невозможно это... Как бы... Сколько ни говори, все будет мало. На повседневном уровне очень важно понимать, что медитировать можно в любых обстоятельствах. Даже если мы стоим в метро или в автобусе с потными людьми, и мы сами этот потный человек, и держимся за поручень, мы все равно способны медитировать. Медитировать не в смысле погрузиться в транс и там отлететь в астрал, а в смысле тренировать навыки и способности своего ума. Как вы помните, в буддизме, в тибетском буддизме, слово «медитация» — «гом», глагольный корень «гом» — означает приучение или ознакомление, приучение нашего ума к позитивным, благотворным состояниям, или, говоря более обобщенно, к вообще тому, что позитивно и благотворно. В индийском, соответственно, оригинале этот термин на санскрите звучал как «бхавана», что означает взращивание или культивация. То есть и в том, и в другом случае мы либо приучаем своему к чему-то, либо что-то взращиваем. И даже держась за поручень в потном автобусе, мы, соответственно, можем что-то взращивать или культивировать, в смысле что-то хорошее. Как ни странно, это так. Но когда мы говорим о тепличной культивации медитации, а даже если мы не собираемся уходить в шестимесячный, трехлетний, десятилетний ретрит, иногда есть возможность выкраивать перепромежутки поисвещаемых кратким ретритам. Даже один день, уделенный, скажем, некой затворной практике, уже очень благотворен. Так вот, в рамках этого условием на внешнем уровне является наличие некой гармоничной среды. И у нее есть классические описания. она должна, ну, там нам должно быть легко добыть, скажем, пищу. То есть, если мы целый день сидим и думаем о том, где же нам поймать летучую мышку ее съесть, или там, где нам выкопать картошку, тут ничего не растет, мы в горах Тибета. В общем, дело будет туго продвигаться. Поэтому у нас должен быть какой-то доступ к пище, соответственно, к воде, тому подобным базовым жизненным необходимостям. Там должно быть достаточно тихо, то есть, если мы же, как бы, квартира, выходящая окнами на МКАД, нам не очень подойдет, потому что шум нас будет отвлекать. Там должно быть гармонично с точки зрения нашей защищенности, то есть, мы не должны там сидеть в смысле, что вот-вот у нас бомба попадет, или придут дикие звери, нас едят и так далее. В идеале, если там есть какие-то другие люди, это люди, которые очень сочувственно относятся к тому, чем мы занимаемся, не в смысле нас жалеет, бедолага, сидит тут, а в смысле наоборот, рады тому, чем мы занимаемся, готовы нас всячески поддерживать, сорадуются нам, или являются другими практикующими, и так далее. И вот это все в совокупности некое такое идеальное, идиллическое место для практики ретрита является необходимым внешним условием. Поэтому, когда люди уходят в длительный затвор, в относительно длительный, даже, в общем-то, если мы неделю хотим попрактиковать, то тоже нужно основательно подумать о том, что мы будем есть, не будут ли нам звонить 40 раз в день на наш мобильный телефон, и так далее. То есть, со всеми этими факторами худо-бедно как-то разобраться. А если мы говорим о длительной ретритной практике, то, соответственно, и условия должны быть более-менее достойными. Что, опять же, не подразумевает, что мы эти все вещи абсолютизируем, потому что можно всю жизнь посвятить поиску идеального ретритного домика, и так умереть его, никогда не отыскав. Это тоже неудачный вариант. Но это все внешние обстоятельства, они все сводятся к одному единственному пункту. Удачное место, гармоничная среда. Тут все понятно. А вот с точки зрения внутренних факторов перечисляются, раз, два, три, четыре, пять, пять внутренних условий, которые необходимы для того, чтобы нам действительно вот в таком систематическом формате удалось развить устойчивость ума. И в отличие от внешнего, первого пункта внешнего, который в основном применим к идеальным условиям, вот эти внутренние факторы мы можем понемножку взращивать также и на повседневном уровне, соответственно, когда мы медитируем стоя в потном автобусе. Понемножку взращивание этих факторов сопровождаемой практикой будет способствовать тому, что наш ум будет продвигаться к большей устойчивости. И это самое очевидное, если понять, что же это за факторы. Во-первых, малое число желаний относительно того, чего у нас нет. Ну, скажем, если мы сидим, ушли в ретрит, закрыли своим замечательным ретритом домики, хотим посвятить медитации три месяца, очень странно было бы сидеть и думать, ах, вот бы мне еще сюда турбопечку, батарею Тесла, спутниковое телевидение, плед какой-то неудобный, нужно подушку помягче купить, сапоги, что-то я давно себе не покупала, ой, о чем это я думаю, все совсем... Сейчас это не к месту. Так вот, чем меньше мы желаем внешних объектов, которых у нас нет, понятно, что всегда можно что-то улучшить, можно и турбопечку получше, и батарею Тесла, и плед помягче и так далее, но раз уж ты в затворе, сиди и практикуй. В следующий раз готовить к затвору ты подумаешь о том, чего тебе там еще не хватало. Когда же ты находишься в практике, нет смысла особо чего-то там вовне желать, потому что оно все равно, как правило, недостижимо. К несчастью, люди, которые выполняли... Или к счастью, люди, которые выполняли затворы, знают, что как только ты оказываешься в затворе, своим ретритным помощником, то есть людям, которые тебе там приносят пищу и так далее, ты немедленно начинаешь строчить записки с тем, что тебе срочно нужно купить в ближайшем городке. Сок алоэ, дистиллированную корову мочи, такое юридическое средство, 40 ручек, конверты с розочками, новую подушку, бутылку для воды, и чего только нет. Чего только там не появляется, а, разумеется, самым главным объектом желания обычно является шоколад. С одной стороны, мы хотим меньше желать, с другой стороны, необходим уровень удовлетворенности, то есть умственное чувство удовлетворения от тех внешних факторов, которые уже есть. Вместо того, чтобы не только мы меньше желаем, но и больше удовлетворены тем, что присутствует. Ах, вот она, моя замечательная драная подушечка, уже вся обтрепалась, ну и что, все равно с ней хорошо. Этот фактор удовлетворенности позволяет нашему уму в практике меньше имитации. Затем мы, разумеется, ограничиваем внешние виды деятельности, то есть, если мы уж сели практиковать затворе, довольно бессмысленно было бы особо там заниматься живописью, сочинением стихов, решением ребусов и тому подобными отвлекающими видами деятельности, и уж тем более пытаться параллельно работать, звонить всем по телефону, слать судорожные имейлы по поводу профуканных дедлайнов и так далее. Вот это все, разумеется, полностью разрушает нашу практику. Но даже не такие вот глобальные вещи, как попытки работать из затвора, а и более мелкие, такие как занятия делами, которые к практике имеют очень мало отношения, они будут нас от практики отвлекать. Поэтому, когда мы решаем, что же мы, собственно, хотим делать по ходу ретрита, мы худо-бедно как-то приоритизируем для себя. Вот этим я буду заниматься. Например, йогой. Потому что, если мы ушли в ретрит, то без йоги будет плохо, потому что целыми днями сидеть с выпрямленной спиной, большая нагрузка на позвоночник. Нужно чего-то там как-то худо-бедно двигать, поэтому йога, тайцзи и так далее, или просто ходьба вокруг моего домика с сердечком на двери, это, соответственно, плюс. А попытки играть самим собой в шахматы или писать либретто для новой оперы, это в минус. Потому что сейчас я практикую, я развиваю устойчивость ума. В тем числе и нравственная дисциплина, и это, опять же, о том, что мы стараемся обуздать действия наших тела и речи, а не о том, что мы уже достигли идеала. И поэтому думать, «О, ну я пока не очень, у меня пока не чистая нравственная дисциплина, поэтому я не буду ни в какой ретрит уходить, не буду практиковать. Что я там буду делать, у меня очень чистая нравственная дисциплина». Тоже неправильный вывод. Здесь мы говорим о том, что в рамках ретритной практики мы стараемся особо контролировать 10 неблагих действий, мы в прошлый раз о них подробно говорили, отказываясь от них, и взращивать противоположные 10 благих действий. То есть, собственно, воздерживаться от убийства, воровства, неблагого и немудрого сексуального поведения, лжи, речей, сеющих вражду, пустой болтовни, грубых слов, страстного желания чужей собственности, злонамеренности и ошибочих воззрений. Вот этот классический список из 10 неблагих действий, от которых нас Будда призывает отказаться. Будем понемножку с этим работать. И, наконец, последний пункт, самый увлекательный, это, собственно, устранение компульсивного мышления. Разумеется, сама себе практика, мы ее и делаем для того, чтобы справиться с компульсивным мышлением, но даже когда мы не сидим формально в медитации, на, так скажем, в перерывах между сессиями, когда мы укладываемся спать, встаем после сна, завтракаем, чистим зубы и так далее, даже тогда, если мы пытаемся развить систематическое сосредоточение, мы стараемся обуздывать бесконтрольное мышление. И вот этот пункт особенно применим на уровне повседневной практики. Когда мы замечаем, что наш шум снова соскользнул в навязчивое мышление, мы снова, например, пережевываем сороковой раз ссору, или спор, который у нас только что состоялся, или снова ловим себя на том, что мы там поем песни, или сочиняем какие-то фантазии, и, в общем, чем бы мы там компульсивно обычно не занимались в своем уме, мы можем поймать себя на этом и оттянуть свое внимание от этого, за счет того навыка оттягивания внимания, который мы понемножку развиваем в медитации, и пресечь таким образом компульсивное мышление, не только когда мы сидим на подушке и созерцаем свое дыхание, но и вне сессии, или, так скажем, в перерывах между сессиями, как это обычно называется. И здесь цитата, которая идет дальше, цитата из знаменитого текста великого учителя Атиши Дипанкары, который сыграл огромную роль в развитии тибетского буддизма, должна в нами пониматься именно с точки зрения тепличной практики, которая важна, полезна, и без нее на самом деле далеко не уедешь, как бы говоря, глобально, но которая в то же время не должна в нами пониматься как единственный вариант практики. Мы никогда не должны думать, что, ну вот, пока я не могу уйти в ретрит, значит, я и практиковать вообще не буду, или вообще, как это случилось в некоторых азиатских странах, медитация – это для монахов и монахий, а мы, миряне, должны подносить там масляные светильники, помогать монахам и монахиням, но это наша практика должна быть ограничена. Такое случилось с течением времени во многих азиатских странах, хотя, безусловно, ни в коей мере не было, не соответствует мысли Будды, который, в общем-то, не исключал полноценной практики ни для мирян, ни для монахов и монахий. Так вот, даже если у нас нет этих условий на профессиональном уровне, мы практикуем, насколько возможно, а эти факторы, эти условия стараемся развивать, а в тепличной практике, однако, здесь все Атиша говорил. Если условия для медитативной безмятежности ущербны, можно интенсивно медитировать хоть тысячу лет, не достигнув безмятежного погружения. То есть, приводя очень грубый пример, если нам, скажем, даже выделили домик с сердечком, где-нибудь во дворе, и мы в него сели, чтобы практиковать, но при этом не позаботились о внутренних условиях, то хоть бы мы и тысячу лет медитировали, далеко мы в своей медитации не уедем и не разовьем устойчивое сосредоточение. Нам нужно работать над этими факторами. Даже если внешние условия не самые благоприятные, нас там кусают термиты, или иногда слишком холодно, иногда слишком жарко, и как что бы там ни было еще, если мы развиваем внутренние условия, то это будет значительной гарантией нашего успеха. Если же мы пренебрегаем внутренними условиями, то какие бы у нас ни были внешние условия, в практике нам успеха не достичь. Ну и, разумеется, в идеале у нас идеальное сочетание и внешнего, и внутреннего. Следующий вопрос, который нас может занимать... Ну хорошо, я хочу развивать сосредоточение. Когда-нибудь, может быть, я буду выполнять небольшие ретриты, затворы, групповые или самостоятельные. Пока я, может быть, хочу медитировать по 5-10-15 минут в день. Каким же объектом мне пользоваться? На чем мне развивать свое сосредоточение? И здесь следует сказать, что в рамках, скажем, классической традиции литературной, в бюдизме в некоторых текстах описываются практически бесконечные списки из разных объектов, которые могут применяться для развития именно однонаправленного сосредоточения. Это помимо всех остальных бесчисленных методов, которые есть. Вот просто для того, чтобы развить сосредоточение, перечисляется великое множество методов, каждый из которых хорош по-своему. И, соответственно, эти методы могут находиться в спектре от каких-то немножко примитивных и странных, над которыми обычно все смеются. В некоторых текстах сказано, положите перед собой палочку или веточку и медитируйте над ними. Но в других текстах, как правило, этот пункт высмеивается, потому что зачем медитировать на палочке или веточке? Есть, наверное, объекты более удачные какие-то. Тем более, что палочку или веточку можно потерять, и, соответственно... Ой, я потерял свой объект медитации. В смысле, медитации? Нет, в прямом смысле. Вот, как бы так. Чтобы этого не происходило, буддизм предлагает нам бесчисленное множество самых разнообразных объектов сосредоточения разного порядка. Скажем, мы можем развивать сосредоточение на любящей доброте. Можем развивать любящую доброте на природе реальности. Можем развивать сосредоточение на понимании того, что все явления могут быть сведены к некой классификации с пяти пунктов. Можем медитировать... В общем, очень много такого рода разных есть объектов сосредоточения, и некоторые из них универсальны, некоторые из них предназначены для людей, у которых преобладает конкретная беспокоящая эмоция. Любимое всеми... Такой классический пример. Его практически никто не применяет в практике, но все его всегда приводят, упоминают и смеются. Это объект сосредоточения, который рекомендуется использовать тем, у кого очень сильное страстное желание по отношению к телам других людей. Там есть, опять же, много подвидов того, как этот объект можно варьировать. Соответственно, на самом базовом уровне это просто медитация на уродстве и ущербности человеческого тела, что, в общем-то, тоже просто соответствует реальности, если быть ословенными, в общем-то, машина по производству отходов и все такое прочее. Но одна вариация особенно прелестна. Для тех, кого особенно влекут чужие лица, им следует медитировать на то, что лицо человека, которому их влечет, обкусано кошками и собаками так, что те оторвали нос и уши, и уши и нос валяются где-то в стороне. Этот объект особенно прелестен в своей наивности и в то же время какой-то безумной практичности. Даже если мы не развиваем на нем сосредоточение, это неплохое умственное упражнение на то, чтобы прийти из себя. Но есть, скажем, и те объекты, которые используются, помимо всех вышеперечисленных, а их на самом деле еще бесчисленное множество. Один из крупнейших знатоков в истории тибетского буддизма и самых высокореализованных йогинов, Цок Цонкапала Сандрафа, в своем главном трактате, великое руководство по этапам Бутик Пробуждения, писал, что нет никакого ограниченного списка этих объектов. То есть ни один трактат индийский не говорит о том, что этих объектов ограничено множество, стало быть, их в принципе неограниченное число. И разные конкретные тексты могут предлагать нам разные конкретные вариации, сколько-то там, по 10, 15, 20, или сколько, или 3, или 1, сколько угодно объекта. Но есть такие объекты, которые универсально в буддизме применяются, как самые массовые. Это не означает, что нам все непременно нужно пользоваться именно ими, но они, каждый из этих трех далее перечисляемых, имеют особые преимущества, которые с ними связаны, и поэтому-то и применяются чаще всего. Большинство людей, начиная осваивать медитацию, осваивают ее на основе одного из этих трех объектов. Первый объект, который нам чаще всего в наибольшей степени знаком, потому что его чаще всего преподают в светской медитации, это дыхание как объект. Опять же, у этого объекта есть много очень разных вариаций, есть разные способы медитировать на дыхании, и здорово освоить несколько из них, чтобы иметь возможность их варьировать, так, чтобы это помогало нам преодолевать искусственные препятствия, которые возникают в практике. Но, обобщенно говоря, в этом объекте мы медитируем, используя этот объект, мы наблюдаем за тем, как движется наше дыхание. Вдохи и выдохи мы используем как то, к чему мы приковываем свое внимание, к чему мы снова и снова возвращаем внимание каждый раз, когда оно отвлекается, за счет чего развивается способность сосредоточения. То есть способность сосредоточения, грубо говоря, развивается поначалу за счет того, что каждый раз, когда мы отвлекаемся, а это происходит неизбежно, мы возвращаем внимание к избранному нами объекту. Мы решили для себя, что будем 15 минут медитировать, на протяжении 15 минут мы 150 тысяч раз отвлеклись, 150 тысяч раз вернулись к объекту, и за счет этой систематической тренировки мягкого возвращения и попыток удержать объект без избыточного напряжения, наше внимание тренируется, 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 и в конечном итоге мы доведем его до все большего и большего совершенства. Преодолеем свой синдром дефицита гиперактивности внимания, а в конечном итоге и разовьем, если будем очень стараться, и у нас будут хорошие условия, те самые пресловутые невероятные виды сосредоточения, которые доступны тому, кто практикует систематически и очень глубоко. У этого варианта или у этой практики медитации на дыхание есть разные варианты, она очень хорошо подходит человеку светскому, потому что в ней нет абсолютно никакой мистики, она даже материалистам по большому счету подходит, в том смысле, что ты делаешь что-то очень простое, с тем, что реально присутствует или наблюдается, дыхание, вдох-выдох, там все понятно, и за счет этого развиваешь сосредоточение. А вариации этой практики позволяют нам в большей или меньшей степени акцентировать разные аспекты внимания, которые мы постепенно развиваем. Например, есть метод, он называется методом осанги, в котором, по имени великого мастера осанги, который, собственно, его описал подробно в своем трактате, в котором мы наблюдаем за ощущениями во всем торсе в целом. То есть мы вдыхаем и выдыхаем, и вот все ощущения, которые меняются, мы за ними наблюдаем, приковывая к ним свое внимание, и так развиваем сосредоточение. Это называется методом осанги, и в классическом описании, разумеется, говорится, что мы фокусируемся не просто на ощущениях, а постепенно и на том, как движутся энергии, или праны, или ци, или как угодно ни называй, в нашем теле постепенно объект становится все тоньше, и также тоньше становится наше сосредоточение, мы совершенствуемся. Другой вид этой медитации – так называемый бирманский метод, он совсем молодой, ему не больше 100 лет, в котором мы наблюдаем за ощущениями в области живота. Метод очень молодой, но он хорош тем, что он позволяет заземлить внимание. Чем ниже мы опускаемся вниманием по телу, тем больше оно укоренено, тем меньше мы склонны к тому, чтобы куда-то мыслями улетать. Поэтому людям, которые совсем уж все время отлетают в космос, все время мечутся мыслями медитации, об дыхании в области живота, то есть на ощущениях от того, как движется мягкая брюшная стенка вперед и назад, очень хорошо подходит. И самый классический, и самый древний, возможно, из этих трех методов, хотя есть еще и другие, более сложные методов, это наблюдение за дыханием в области ноздрей. Ощущение по окружности ноздрей или над верхней губой просто становится тем объектом, за которым мы наблюдаем. Очень просто, направляемая медитацией, а я сразу скажу, чтобы это не звучало все просто какой-то странной теорией, у нас на сайте есть множество аудиомедитаций, которые можно использовать в качестве для медитации под руководством, и мы регулярно стараемся проводить занятия для того, чтобы можно было все это дело на практике применять в каком-то групповом формате. И уж тем более иногда бывают какие-то околоретритные форматы. Так вот, в этом третьем методе, который можно попробовать с помощью этих записей или самостоятельно просто применяв, прочитав описание, как угодно еще, мы наблюдаем за ощущениями в области ноздрей и постепенно продвигаемся в совершенствовании своего внимания. Там начинают происходить всякие интересные метаморфозы постепенно на более продвинутых этапах, и в конечном итоге мы приходим к совершенному овладению своим вниманием. Тут как бы вот это все про достижение совершенного овладения вниманием упирается в большей степени не в то, каков объект, который мы применяем. Хотя объект, конечно, должен соответствовать нашим предрасположенностям. Сколько в то, сколько усилий мы вложили и насколько правильно мы практиковали. Об этом чуть позже. Другой классический объект, который очень часто используется, это медитация на образе, связанном с чем-то хорошим и прекрасным. Разумеется, в буддизме в первую очередь таким образом является образ самого Будды, в смысле классический образ в качестве статуи. Есть много текстов, которые отстаивают именно этот метод, потому что он приносит много разных видов пользы, таких как более глубокое приучение себя к мысли о Будде, как о воплощении разных позитивных качествах, о том состоянии, к которому мы хотим прийти. Разные виды пользы связаны с тем, насколько это поможет нам в момент смерти или углубит нашу практику опоры на буддийский путь и так далее. Такого рода описание видов пользы. И в этом методе обычно мы вначале выбираем какую-то статую или, скажем, фотографию статуи, которая нам нравится, смотрим на нее, чтобы запомнить, затем мысленно воспроизводим этот образ в пространстве перед собой, размером примерно с фалангу большого пальца, ярким для того, чтобы он не впадал в притупленность, то есть излучающий свет, и понемножку сосредотачиваемся на этом объекте. Поначалу он неизбежно будет очень смутным, и так и должно быть, но мы, достигая, стараемся просто сделать его устойчивым. То есть не стремимся сразу сделать его ярким, сияющим, оживленным, весело улыбающимся и машущим нам руками, а начинаем с того, что делаем объект устойчивым, и затем, когда он уже стал устойчивым, понемножку продвигаемся в полсторону ясности, соответственно, таким образом тренируясь в ум при опоре на визуализируемый объект. В рамках буддийской традиции, если смотреть на сутрические источники, то есть источники самого Будды, три такого рода образа особенно рекомендуется. Образ самого Будды, собственно, Будды Шакимуни, исторического Будды, образ Будды Амитабхи, который изображается в тибетской традиции красного цвета, немножко другим положением рук, но в целом выглядит примерно так же. И образ, очень горячо любимый тибетцами, Буддхисаттвы сострадания Абалакитешвы, которого часто изображаются четырьмя руками, в которых он держит разные атрибуты, символизирующие аспекты сострадания, и вот его, соответственно, также зерцают. Вот эти три образа чаще всего используются в тибетской традиции для развития сосредоточения, хотя, разумеется, могут быть использованы и образы других Будды, если мы с ними ощущаем какую-то связь, созвучность и так далее. Ну, разумеется, его святейшество Далалама, когда он преподает медитацию в небуддийском контексте, а как-то раз, или на самом деле не раз, христиане просили о том, чтобы он преподал медитацию так, чтобы они могли адаптировать ее под свой формат. В рамках одного из таких учений его святейшество объясняло, что точно так же в христианском формате аналогией этого будет визуализация образов Иисуса или Марии, или, скажем, просто Креста, то есть какого-то визуального объекта, где правило соблюдается, то есть он должен быть небольшим, ярким и так далее, но сам объект меняется в зависимости от того, что для вас является прекрасным, дорогим и так далее. Вот. Но это все вариации вот этого метода, связанного с образом. Этот метод в Тибете получил очень широкое распространение. Но с ним связана одна тонкость, в силу которой не всем, скажем, выходцам с Запада он подходит. И эта тонкость состоит в том, что как выходцы с Запада мы привыкли все, или, скажем, люди, живущие в очень быстрой информационной среде, среде, где у нас требуется очень быстро обрабатывать информацию, говорить с другими людьми, смотреть на свой телефон, проверять срок сообщений в разных местах и так далее. И вот это все, то, что делает нашу нервную систему очень активной, быстро действующей, и в то же время пребывающей в постоянном напряжении. В силу этого, поскольку мы привыкли все делать через напряжение, этот метод, который не содержит в себе особых объяснений о том, как расслабляться, многих людей может привести к выгоранию. Они начинают очень бойко и резво медитировать с этим способом, практикуют его, напрягаясь, думая, сейчас я достигну успеха, сейчас я перевалю. Это реально опыт на основном, то, что я говорю, основанно сейчас на опте реальных людей, которые это применяли в длительных ретритах. Начинают так вот резво с этим методом работать и быстро выгорают, потому что нет базиса из расслабления. Сам метод направлен на то, чтобы, в первую очередь, усиливать ясность. Вот он, объект передо мной, и стараюсь все более ясно его осознавать. Но если я не умею исходно расслабляться, то я буду просто выгорать, напрягаясь, все больше и больше пытаясь ухватить этот объект, и это может привести к совсем плачевным последствиям, таким, что я совсем уж выгорю, и фиг с ним, с этим буддизмом, один вред от этого, мне только хуже еще стало. Соответственно, к этому может привести, или к тому, что человек просто поймет, это в лучшем варианте, что этот конкретный метод ему или ей не слишком хорошо подходит, можно было бы посмотреть на другой. Медитация на дыхании, конечно, в этом смысле больше подходит всем, потому что, а в ней есть вариант, вот тот самый метод осанги, где мы соблюдаем, наблюдаем за всем, всем телом в целом, в котором мы можем особо делать акцент на расслаблении, но многие люди даже в этом методе умудряются все равно напрягаться, вместо того, чтобы достичь первичного уровня расслабления. И тогда на помощь приходит третий метод, который также является, приносящим очень многие виды, особые виды пользы, как и первые два, метод медитации на самом уме, как объекте, который позволяет или требует от нас сразу достичь расслабления, приблизиться к расслаблению, потому что при медитации на уме объект является настолько трудноуловимым, что любые попытки его зажать абсолютно бесполезны. Когда мы медитируем на уме, бесполезны попытки его как-то зафиксировать, сжать и напрячься в его созерцании, потому что объект настолько, соответственно, трудноуловимый, абстрактный, всеохватывающий, что, соответственно, вот это напряжение, эти попытки сжать, будут неэффективны. И поэтому сам метод, когда мы начинаем с ним правильным образом работать, осваивать его так, как он применяется шаг за шагом, начинается с того, что мы раскрепощаемся в созерцании чего-то, затем наводим фокус внимания на конкретную сферу, то есть на то, что мы называем своим умом, и пребываем в этом осознавании, не отвлекаясь и в то же время не цепляясь. Не цепляясь за каждую конкретную мысль, которая там возникает, потому что мы обычно этим и занимаемся. Возникла мысль, мы за нее цепились, и полетело по волнам наше сознание, стали мы там, соответственно, придумывать разные другие мысли и так далее. Вот как бы один такой вариант. И с другой стороны, мы не впадаем в отвлечение, например, не погружаемся в какой-то ступор, где ничего нет, и мы просто сидим с пустой головой, ничего ясно не осознавая. А выдерживаем вот этот очень тонкий баланс, вот этот очень тонкий баланс между необходимым уровнем напряжения и необходимым уровнем расслабления. У нас нет возможности сейчас подробно объяснять этот метод, но, соответственно, практических занятий мы всегда работаем с этими двумя. Раз в месяц мы проводим одно занятие по дыханию, раз в месяц по уму, но вообще-то есть большое количество источников. К большому счастью, сейчас осенью должна выйти на русском языке, собственно, книга доктора Уоллеса, которая подробно посвящена именно этим двум методам и теме этой лекции. Она называется «Революция внимания», надеюсь, в ближайшее время она с нами уже будет. Но, разумеется, она доступна на английском языке, в том числе в Киндле и других электронных устройствах для чтения. И в целом, конечно, есть очень большое количество источников по этой теме, поэтому подробно на этом не останавливаемся, а просто говорим, что есть вот такие варианты, и безчисленного, что других вариантов в том числе, но вот эти варианты магистральные, каждый из этих трех имеет особые виды пользы, которые с ним сопряжены, все три способны привести нас к совершенной способности с сосредоточением, и все три способны принести пользу на нынешнем этапе нашей практики. Но, если мы такого рода человек, который от природы напряжен, быстро склонен думать, быстро обрабатывает информацию и скорее склонен к напряжению, чем к тому, чтобы все время пребывать в такой блаженной отключке, то метод медитации на самом уме нам очень хорошо подходит, потому что он как раз-таки нас раскрепощает без того, чтобы мы утрачивали ясность. Кроме того, он очень действительно утонченный, потому что если продвигаться к ним к развитию сосредоточения, то в конечном итоге дальше, достигнув сосредоточения, очень легко перейти к достижению прозрения. Этот метод уже как бы на этой лыжне, которая нас в конечном итоге приведет через сосредоточение к прозрению относительно природы ума, а потому и к достижению окончательной цели буддийской практики. Когда мы медитируем, мы применяем два очень важных фактора, две очень важные умственные функции. Вот мы выбрали этот объект, сели, чтобы его созерцать, и понемножку отвлекаемся от него, возвращаемся, отвлекаемся, возвращаемся, и так тренируем свое внимание. Но если бы мы просто сказали, ну, сиди, созерцай объект, и возвращай внимание к нему каждый раз, когда отвлекаемся, отвлекаешься, это было бы немножко издевательски, потому что, разумеется, описание гораздо более техничное и подробное. И мы не будем в них сейчас подробно уходить, сейчас очень быстро пробежим по оставшимся слайдам, пока все окончательно не позеленели. Соответственно, два очень важных фактора, о которых мы часто подробно говорим на светских мероприятиях, про осознанность и все такое прочее, называются пометование и самонаблюдение. Это те самые функции, которые помогают нам развивать сосредоточение. Пометование – это умственная функция, которая, собственно, помнит об избранном объекте. Например, если я хочу медитировать на дыхании, пометование – это та функция, которая помнит о моем дыхании. Пока я удерживаюсь на дыхании, пометование стало быть активным. Я помню о том, что дыхание там где-то как-то движется. Ну вот я забыл о дыхании, как метафорически описывает это доктор Уоллес, как тюлень соскользнул со склизского камня, мое внимание ускользнуло от объекта, и, соответственно, что мне делать? Мне нужен второй фактор, второй оранжевый кружок – самонаблюдение, или интроспекция, или бдительность. Умственная функция, которая проверит, а не отвлеклось ли внимание? Ага, отвлеклось. Нужно вернуть пометование, вспомнить об объекте снова. Когда мы медитируем, мы, соответственно, применяем эти два фактора, и за счет них развиваем сосредоточение. А развитие сосредоточения, помимо применения факторов, происходит за счет того, что мы устраняем дефекты внимания. И про эти дефекты внимания можно говорить очень подробно, их много конкретных видов, много есть методов от каждого конкретного из них, но обобщенно они где-то в этом спектре, от возбужденности до вялости. Возбужденность, тюма, как мы понимаем, одна крайность, мы можем совсем перевозбудиться, и потому не быть не способны сосредоточиться, можем впасть совсем в вялость в прострацию, притупленность, ступор, полную отключку и так далее. Это другая крайность. Где-то в промежутке между этим мы ищем пресловутый баланс внимания, равновесие внимания, которое позволило бы нам функционировать в социуме и вообще по жизни хорошо и эффективно. Таким вот образом, с одной стороны, возбужденность, умственный фактор, который оттягивает наше внимание от заданного объекта. Эта возбужденность описывается как производное желание. Когда нам чего-то хочется, мы возбуждаемся. Если я в медитации сижу, и хочу подумать о какой-то конкретной вещи, соответственно, вот я в силу желания начинаю об этом думать. Даже если вещь неприятная, я хочу думать о том, какая там Зинка-дура сидела у меня на работе и так далее, мало ли бог знает, о чем еще мы там хотим думать, это все равно производное желание в том смысле, что нам хочется об этом подумать, а не хочется медитировать на дыхании или еще каком-то скучном объекте, который мы избрали. Так вот, это одна крайность или одно препятствие для стабилизации ума, которое мы постепенно устраняем. Через расслабление. Расслабляясь и достигая большей устойчивости. Другая крайность – вялость. Вторая компонента – то, что вызывает как бы утопание ума, когда мы чувствуем, что наш ум оседает, и вот он погружается в уже какой-то ступор, уже мы ничего ясного не осознаем. В конце концов, мы впадаем в сонливость и вообще засыпаем. Тоже вполне понятная ситуация. Именно поэтому в психологии внимания, как светской дисциплине, описываются, собственно, гиперактивность и дефицит внимания. Гиперактивность, как когда мы мечемся между сорока вкладками, дефицит, как когда мы сидим и, грубо говоря, тупим. Сидим в отключке, не знаем, о чем мы думали, потому что мы ни о чем не думали и вообще пребывали без какой-либо ясности. Тренируясь в сосредоточении, мы ищем тонкий баланс между этими двумя вещами. И это процесс крайне увлекательный, если его распробовать, потому что мы как будто бы пытаемся продеть нитку в иголку каждый раз, в каждой конкретной ситуации, устраняя эти дисбалансы, стараясь уйти от излишней возбужденности, от излишней вялости, и приходя к конечному итоге, это конечный результат, к полному балансу ума, полной уравновешиванности нашего внимания. И на этом нелегком пути мы развиваем три очень важных качества, которые друг друга должны всегда подкреплять, поддерживать. Качество расслабления, качество устойчивости и качество ясности ума. Качество расслабления – это то, что для нас, как для западных практикующих, условно западных, является необычайно важно, потому что если мы им пренебрегаем, если мы упустили его на начальном этапе практики, то мы не достигнем успеха, если мы от природы не склонны к какому-то супер... у нас от природы нет супернавыка расслабления, потому что мы все будем делать через напряжение, и через какое-то время выгорем, как мы говорили, вместо того, чтобы достичь большого успеха. Поэтому на начальных этапах практики формальной медитации, медитируем лимон дыхание или на чем угодно еще, мы учимся расслаблять тело, но это еще все худо-бедно способны, хотя не все опять же, но многие, а и затем расслаблять ум. Вот с этим гораздо сложнее. И у некоторых людей даже в процессе интенсивной подготовки, когда они работают с очень квалифицированным инструктором, скажем, 8 недель подряд, в формате, где у них есть возможность медитировать от 5 до 10 часов в сутки или 12 или 14, ничем больше не занимаясь, все остальное перед ними, и так оказывается автоматически, пища и так далее все есть, даже в этом формате восьминедельной практики по 5, 10, 12 часов в сутки некоторые люди только к концу 8 недель осваивают навык расслабления. Некоторые люди так и оказываются к этому не то что не способны, но они не акцентируют на это внимание в достаточной степени, чтобы достичь успеха. Это лишь показывает, насколько все у нас запущено. Но если мы с самого начала делаем акцент на расслаблении и знаем, научившись глубоко расслабляться, я затем легко смогу освоить устойчивость и ясность, тогда, значит, процесс с большей степенью вероятности будет успешным. Устойчивость подразумевает, что мы можем просто поместить ум на объект, и он там будет оставаться. Ясность подразумевает, что мы ясно его осознаем. Как в примере со свечой, мы направляем спектр прожектора на объект и ясно его видим, вместо того, чтобы видеть его как-то худо-бедно, потому что прожектор не особенно яркий. То есть устойчивость – это то, что мы наводим в прожектор, ясность – это то, насколько он вообще ясно, мощно светит, чтобы объект с собой озарить. Когда все три фактора или все три качества присутствуют, успех медитации достигнут. И опять же, оглядываясь назад на свою практику медитации, если мы не замечаем, что эти три качества хоть как-то возросли, значит, медитировали мы как-то странно. Какой-то где-то был перекос, что-то мы потеряли, забыли, неправильно поняли. Если же возрастают и расслабление устойчивости, и расслабление ведет нас шаг за шагом по пути, и мы достигаем все большего успеха. При описании стадий того, как разворачивается процесс тренировки внимания, есть описания очень подробные. И, собственно, в пресловутой книге «Революция внимания», которая, надеемся, скоро нас осчастливит своим пришествием в пространство русскоязычных читателей, довольно подробно описаны все девять стадий. Там, собственно, девять глав, посвященные этим девяти стадиям. Но не все традиции вообще особо ориентируются на это девятиричное описание. Потому что некоторые традиции все описывают немножко по-другому, так, как описано вот на этом нашем замечательном слайде с тремя кружками. Здесь мы говорим, что когда мы начинаем практиковать медитацию, поначалу все выглядит, как будто у нас не голова, не ум, а водопад. В смысле... Ну, тут можно еще более как бы прозаичные термины употребить. Но в том смысле, что непрерывно из него что-то такое извергается и далеко не всегда приятное. И даже если приятное, то непрерывным потоком. Ну, просто мощи какой-то нет, оно непрерывно прет и прет, и прет, и прет, и прет. И некоторые люди, начиная медитировать, думают, что у них все еще хуже стало. Я-то думал, у меня ум относительно спокойный, начал, начала медитировать. А тут как все это повалило. К счастью, хуже не стало. Дело в том, что мы просто впервые начали более активно все это дело замечать. И если мы продолжим с этим работать, медитируя на том объекте, который мы избрали, и который нам порекомендовали, учителя или кто-то еще, постепенно работая, мы придем к состоянию ума, в котором ум будет подобен реке. То есть мысли продолжают возникать, сменять друг друга и так далее, но это уже не какое-то неописуемое извержение всего и вся, а спокойный поток, в котором также наблюдаются промежутки. То есть иногда возникает пауза между мыслями, состояние блаженного спокойствия, или возникают периоды, когда мы удерживаем объект, не отвлекаясь ни на какую мысль. Эти промежутки становятся все больше и больше и больше, мысли становятся все меньше и меньше и меньше, они оседают, успокаиваются, подсознательная и сознательная болтовня утихает, и в конечном итоге река как будто бы вливается в океан, у которого хотя и есть какие-то поверхностные колебания, в целом толще неподвижно. Ну, условно так говоря, понимаешь, что это метафора, она ограничена в какой-то степени, но в то же время идея понятна. Вместо того, чтобы просто нестись потоком мыслей, мы приходим к глубокой устойчивости на поверхности, которой может что-то проявляться, но в такой степени, что это ни в коей мере классическим порогом в развитии сосредоточения, в классическом буддийском описании. Это как бы тот порог, к которому мы можем стремиться в удаленной перспективе, думать, ого, вот такой уровень бывает, люди его достигают, может быть, мои рабочие часы мне не позволят этого достичь, но я хотя бы могу в эту сторону понемножку продвигаться и думать о том, насколько это здорово. А если мы хотим на самом деле достичь подлинных реализаций в этой жизни, подлинно продвинуться по буддийскому пути так, что в следующей жизни мы не откатимся назад, нам совершенно необходим этот уровень сосредоточения, без него мы не сможем достичь необратимых реализаций. Так вот, этот уровень сосредоточения, который называется реализацией шамадхи, или шине по-тибетски, или безмятежного пребывания, как это переводится, иногда безмятежность, ну и разные есть русскоязычные переводы, это уровень, на который мы настолько устранили дисбаланс и внимания, что можем удерживать один объект 4 часа непрерывно, без малейших вялостей и возбужденности, и, соответственно, выйдем еще из этого состояния свежими, как маргаритка, а не изможденными, как летчик после вылета на истребители. Соответственно, вот это как бы критический порог. Когда мы его достигли, когда мы развили такую способность исключительную сосредоточению, у нас есть вся необходимая мощь сосредоточения для того, чтобы быстро реализовать прозрение, быстро довести до полноты состраданий и так далее. Это не означает, что если мы этого не достигли, не нужно ничего делать, нужно опустить руки и думать, ну и когда у меня будет возможность в ретритной практике, я все реализую, а пока буду просто сидеть и отдыхать. Ни в коей мере, потому что даже сейчас мы можем простраивать необходимые факторы и двигаться шаг за шагом. Но, с другой стороны, невозможно переоценить значимость этого сосредоточения, которое во всех классических текстах описывается как обязательно условие для достижения полноценного прозрения. Соответственно, вот как-то так, в этом формате мы понемножку продвигаемся, шаг за шагом тренируя свой ум, и в конечном итоге наблюдаем с большим удовлетворением, что периоды спокойствия нашего ума становятся больше, а, с другой стороны, беспокоящих, отвлекающих факторов меньше. И если мы продолжаем продвигаться в этом контексте, то знаем, что рано или поздно сможем при наличии усилий и желаний и достаточной продолжительности жизни достичь успеха. Завершим последним абзацем из главы. Между тем, взращивание медитативной безмятежности это то, что приносит нам большую здравость, безмятежность, устойчивость и ясность. А это неизбежно позволит нас, поможет нам во всех устремлениях, которые достойны нашей драгоценной жизни.